Всем привет, это YouTube-канал «Ходят слухи». Если вы не подписаны, подписывайтесь. Обязательно ставьте лайк этому видео, чтобы оно попало в рекомендации. А сегодня, перед Новым годом и Рождеством, очень интересный гость – гастроэнтеролог. Как раз всех нас ждет переедание, изжога, газообразование. Нельзя же так в лоб. Я специально решила вас подготовить. Сегодня у нас Вялов Сергей. Здравствуйте, с вами Вялов Сергей, гастроэнтеролог, гипотолог, кандидат медицинских наук, автор 160 научных работ и прекрасной книги «О чем молчит печень». Итак, мы начинаем. В каких случаях нужно обращаться к гастроэнтерологу? Прям так в лоб, да? Я бы немножечко разбавил сейчас атмосферу, потому что, конечно, ходят слухи, что на Новый год все будут переедать, что у всех будет, что вы сказали, изжога, газообразование, возможно, диарея. Это особо везучим, наверное. У кого-то забор. Что такое-то? Да, и вот как раз тогда, когда эти симптомы возникнут, тогда и появится мысль пойти к гастроэнтерологу. Потому что гастроэнтеролог занимается проблемами, связанными с пищеварением. Когда что-то не работает в желудке, что-то не работает в кишечнике, где-то барахлит печень, желчный пузырь или поджелудочная железа. По каждому писку пищеварительной системе нет смысла бегать к гастроэнтерологу, потому что, давайте так, в кавычках, несварение бывает у каждого человека. Ну, действительно, что-то не то съел или забыл помыть руки. Да, пищеварительная система справится с этой проблемой, но если симптомы возникают на регулярной основе или с завидной чистотой, тогда, конечно, надо идти. А как понять, что перед тобой хороший специалист? Посмотрите его честные глаза. Никак. К сожалению, это сфера услуг. На самом деле, мы привыкли считать медицину помощью, но, по сути, это сфера услуг. Такая же, как и, наверное, автосервис. Вот как понять, что перед тобой хороший мастер в автосервисе? Как парикмахер? Как понять, что перед тобой хороший парикмахер? Попробовать. И особенность сферы услуг в том, что если мы, например, говорим про товары, возьмем телефон, да, телефон, какой бы мы ни взяли, они все одинаковые. А услуги, они сложно повторимые. И, например, вот хороший гастроэнтеролог может первого пациента вылечить хорошо, второго хорошо, третьего хорошо, четвертого хорошо, а на пятом просто промахнуться. Такое бывает. Может быть, настроение не то, может быть, позвонил кто-то не вовремя, или что-то случилось, и вот он был хороший, а вдруг что-то пошло не так. Поэтому, конечно, к идеалу здесь стремиться очень сложно, но самое главное, когда мы идем ко врачу, к гастроэнтерологу или к кому-то еще, самое главное, мы-то что хотим? Получить результат, избавиться от проблемы. И вот человека, который нацелен на результат, вы точно распознаете, если будете смотреть именно под этим углом зрения. Потому что вот в постсоветском пространстве очень популярно такое выражение среди врачей, как лечебный процесс. Так, и что это значит? А лечение – это не процесс. Оно должно идти к результату. Это в первую очередь результат. Поэтому, если вам говорят, что надо пролечить вот это, потом вот это, потом вот это, и мы будем лечить, это хроническое, надо всю жизнь соблюдать диету, или это неизлечимо, это у всех, короче, надо постоянно пить таблетки, вот туда ходить лучше не надо. А если вам говорят, что вот тогда-то мы ожидаем получить конечный результат, и есть некий прогноз по срокам и понимание этапов, тогда можно думать о том, что это специалист, наверное, в теме. То есть, если тебе говорят, что это хроническое, значит, скорее всего, специалист походит. Не надо складывать лапки, надо идти и искать свой результат. Потому что практически все проблемы пищеварительной системы, они конечные. Чтобы мы не взяли, там, гастрит, это воспаление желудка, там, калийт, воспаление кишечника, даже гепатит, воспаление печени, они все, когда мы начинаем их лечить, имеют примерный срок, когда мы должны вылечить их. Мы их должны вылечить. А у нас распространено такое понятие, знаете, как обострение и ремиссия, обострение и ремиссия. И вот эта вот бесконечная мясорубка здравоохранения начинает работать, и мы уходим в обострение, уходим в ремиссию, в обострение, в ремиссию. И когда это закончится? Когда человек говорит, что у меня хронический гастрит, это бред, значит, его плохо лечат? По-любому да. Да. Либо плохо лечат, либо лечат не то. Почему? Потому что если мы говорим про воспаление, это основной, базовый процесс, который может быть в любом органе, в ухе, в носу, в глазу, в кишечнике или в том же желудке, но в желудке мы называем это гастрит, от слова желудок. Тогда мы понимаем, что клетки, из которых состоит желудок, они погибают и разрушаются. И это не может происходить бесконечно. Это приведет либо к язве, когда значительный дефект создастся, и будет там кровотечение, разрыв, что-то еще. Либо постоянное разрушение этих клеток будет приводить к тому, что организм будет пытаться это восстановить, а оно будет повреждаться, а он будет восстанавливать, оно будет повреждаться, он будет восстанавливать, и вот это вот постоянное повреждение и восстановление, оно создает ошибки. И эти ошибки обычно приводят к онкологии. Поэтому весь мир вообще говорит, что хронический гастрит надо обязательно вылечить. Еще даже старые наши правила говорили, что если там язва, эрозия или что-то в желудке не вылечивается за 6 месяцев, такой человек должен обязательно пойти к онкологу, потому что это высокий риск онкологии. А вот если человек ходит, например, с хроническим гастритом, и это именно специфика постсоветского пространства, и у него вроде как ничего не болит, а потом обостряется, ничего не болит, и потом что-то обостряется, то может быть это и не гастрит вовсе, а просто нарушение работы желудка, которое тоже сопровождается симптомами. Но оно безопасно. И вот, к сожалению, когда мы смешиваем вот эти две вещи под одним словом гастрит, реальное воспаление с разрушением клеток желудка, и просто нарушение его работы безопасное, то кто-то, кому надо лечиться, в итоге не лечится. А тот, кому лечиться вроде как и не надо, начинает вставать на этот порочный круг и постоянно подлечивается. А результат где? Близятся новогодние праздники, а значит и близятся три всадника апокалипсиса. Переедание майонезными салатами и бутербродами с икрой. Сообщение «Давай уже после праздников» и новогодняя суета с выбором подарков. Если первых двух нам не избежать, то истеричный праздничный шоппинг можно избежать благодаря розетке. В самом большом интернет-магазине «Розетка» можно выбрать подарки к Новому году даже для самых требовательных. Весь декабрь на «Розетке» будут классные подарочные предложения. А с 13 по 19 декабря пройдет большая новогодняя распродажа на все категории товаров со скидками до 65%. Но если вы скачаете мобильное приложение «Розетки» или оформите подписку «Розетка премиум», получите доступ к скидкам раньше. На этой распродаже можно заранее в спокойном режиме без очереди и заканчивающихся товаров выбрать практически любой подарок для себя и близких. «Розетка» давно продает не только технику, а практически все, начиная от туши для ресниц, заканчивая кроссовками и домашним декором. Поэтому вы легко найдете то, что заказывал у Санты ваш близкий человек. Очень рекомендую позаботиться о подарках заранее. «Розетка» приложит все усилия, чтобы в новогоднем ажиотаже вы получили все товары вовремя. Вы можете приехать в магазин, там же рассмотреть и даже примерить заказанный товар, а заплатить только за то, что подошло. Либо заказать доставку посылки домой. Очень удобно. Никакой предпраздничной беготни. Не откладывайте поиски подарков в дальний ящик. Ведь наши близкие – самое важное то, что у нас есть. Даже в суетливый декабрь. Особенно в суетливый декабрь. А какие мифы из так называемого средневековья до сих пор живут в нашей голове? Ну вот сода, не средневековье. То, что анализ делать на уровень кислотности или как это? Это тоже средневековье. Была отрыжка, не было? Вот этот анализ с содой? Ой, это вообще трэш. Это даже не средневековье. Ну, кто не знает, тест... Кстати, один врач, у которого миллион подписчиков в Инстаграме, я специально решила посмотреть, как он лечит, эндокринолог, и взяла у него платную консультацию. И он мне сказал... Ну, во-первых, много анализов назначил. Во-вторых, сказал сделать тест с содой. Просыпаешься утром, пьешь воду с содой, была отрыжка – пишешь, не было отрыжки – пишешь. Огонь, да? Это тоже средневековье, да? Это мошенничество. Это не средневековье. Потому что вы наверняка... Ну, многие учились в школе и помнят уроки химии. Когда мы брали кислоту, какую-то там щелочь, все это вместе сливали, и тогда выделялся газ и вода. И вот в пробирке что-то там шипело. Вот и в желудке то же самое происходит. Вот у нас там есть кислота в базе. Мы туда добавляем щелочь – это сода. Вы возьмете даже дома у себя на кухне соду и уксус, смешаете, пойдут пузырьки. Да. Конечно. Это всегда будет. Неважно, больше вы кислоты налили или меньше, все равно будут пузырьки. Правда? Да. Да. Поэтому выпейте вы соду, она провзаимодействует с соляной кислотой желудка, и будут пузырьки. Слабая это будет кислота, сильная это будет кислота, все равно пузырьки будут. Вопрос здесь скорее в другом. Удержит ли тонус желудка эти пузырьки от того, чтобы вы их отрыгнули, или не удержит? Ну, это с кислотой никак не связано. Ну, да. Да, я вам даже больше скажу. Давайте опять же вспомним школьную химию. У нас была шкала кислотности, PH, которая начинается с единицы, семерка – это середина нейтральная среда, и 14 – это щелочная. Как вы думаете, какой PH желудка в норме? Пишите в комментариях, а я вам подскажу, что PH желудка в норме – это 1,2, а начало шкалы – это 1. Так. Как кислотность может быть повышенная? Это вопрос. Никак. Если она и так в норме, на максимуме – никак. Как с помощью этого теста мы определим повышенную кислотность? Никак, потому что ее, в принципе, нет. Ну, то есть, если ты не отрыгнул, значит, у тебя повышенная кислотность? Если ты не отрыгнул, значит, у тебя тонус у желудка хороший, а на кислотность это никак не влияет. А это плохо или хорошо, когда тонус у желудка повышен? Смотря сколько газовый дельца. Если газовый дельца много, то даже нормальный тонус его не удержит. А если газовый дельца мало, то даже слабый тонус все равно с этим справится. Но вы никогда не подберете наверняка такое количество сода к такому количеству кислоты, чтобы оно сходилось один к одному. Тем более, что кислота, она, в принципе, выделяется в соответствии с объемом еды, которую мы съели. Точность – ноль, информативность – ноль. И если на основании этого мы начинаем делать какие-то выводы, то все, что пойдет дальше, будет в корне неправильно. На самом деле, это определение кислотности. Оно из нашего давнишнего прошлого имеет цель только одну – определить атрофию. То есть состояние, когда кислоты в желудке реально мало или почти ноль. Повышенной это не бывает. И врачи давным-давно искали тех людей, у которых кислоты нет в желудке. Почему? Потому что это состояние называется атрофия, и именно оно приводит к онкологии. Но на сегодняшний день у нас в средневековье это вроде закончилось. Ну, телефонами, сотовыми пользуемся, чем-то еще. Поэтому мы используем гастроскопию. Во время гастроскопии, либо в узком спектре света, либо в HD-качестве с увеличением в 70 раз мы можем эту атрофию увидеть и определить степень, и определить, какой этап предраковых изменений существует, чем просто что-то пытаться куда-то проглотить или лакмусовую полоску облизать, или что-нибудь еще. Или зондирование. Очень распространенная процедура. То есть мы как бы берем, трубочку вставляем и желчь оттуда откачиваем. Ну, хорошо. Желчь в любом случае собирается из печени в пузырь. В любом случае эта желчь выделяется, когда мы едим. Если там есть реальные препятствия, реальное воспаление или какая-то реальная болезнь, надо ее лечить. А если там этого нет, ну, тогда мы будем просто собирать желчь, собирать желчь, собирать желчь, хоть три раза в день делай, собирай желчь, и ничего от этого все равно не получится. И мы очень часто путаемся в этом всем. Потому что из одного источника информации нам говорят такое, из другого третье, из этого четвертое. Везде информация разная, противоречивая, и как вот в этом разобраться очень сложно. Правда? Да. Поэтому надо задавать правильные вопросы. Черный тмин, хотя это религиозная подоплека здесь есть, но это тоже фигня, потому что, ну, абсолютно не работает. Не знаю, какие-то клизмы и вообще чистки, ну, там про это тоже будет отдельная тема. Расскажите о самых распространенных ошибках, с которыми приходят ваши пациенты. Блин. Вы как специально вопросы подбирали. Не вырезайте это. Ну, вот сегодня, например, приходила пациентка, я же с приема к вам приехал. Да. Значит, она сделала МРТ. МРТ. Заключение. Написано. Печень не увеличена. Точка. Размер печени правой доли 19 сантиметров, норма 15 сантиметров. Левая доля 12 сантиметров, норма 10 сантиметров. Не увеличена. Так. Вот как это. В тексте одно написано, в заключении другое. Часто такое бывает. А может произойти такая ситуация, что растянул сильно желудок себе? Или кишечник. Да, или кишечник, и все. Легко. И что потом надо операцию делать? Смотря на сколько. Вот смотрите. Допустим, у нас есть желудок. Как у котенка. Размером с наперсток. Котенок начинает есть больше. Начинает есть еще больше. И в течение какого-то времени желудок адаптируется к новому объему порции. И это примерно занимает одну, две или три недели. В среднем около двух недель. То есть мы ели одну тарелку в обед, в завтрак и в ужин. Начали есть по две тарелки. Сначала нам некомфортно, и у нас появляется ощущение, как будто мы обожрались. Переели, да? Две недели проходят, желудок растянулся, адаптировался к новому объему. И теперь мы две тарелки загладываем, и нам ничего. Потом может произойти и в обратную сторону. Мы начали есть меньше. За пару недель желудок адаптировался к новому объему порции, и у нас чувство насыщения сохраняется. Но все-таки это в каких-то разумных пределах. В среднем объем желудка у человека около одного литра. И вот плюс-минус, там в пределах 30%, он может изменяться. Ну, у нас были такие случаи, например, одна пациентка, она приходила, у нее был желудок очень большой, я смотрел из животных, и показалось, что это кишечник. Но по поводу другого состояния мы назначили ей МРТ, сделали, и увидели, что у нее желудок, и прям померили его. Оказался размером 5 литров. 5 литров. В 5 раз, да, увеличен. Да. Такой, конечно, обратно не стянется. Ну, он может быть, стянется в пределах, опять же, тех же 25-30%, но это будет все равно слишком много. Поэтому, когда желудок слишком растянут, обычно это бывает у людей с очень избыточным весом, который весит там 120 плюс килограммов. А тогда, конечно, используются хирургические методы уже. Потому что основа самого органа настолько сильно растянулась, ну, что уже потеряла эластичность и способность сокращаться обратно. То же самое бывает и с кишечником. Но едим-то мы в желудок, а в кишечник поесть сложно, потому что он все-таки ниже находится, а кишечник наполняется самим желудком. То есть желудок, как вот кулинарный пакет, знаете, из которого крем выдавливают, вот он потихонечку, порционно маленькую такую полосочку еды выдавливает в кишечник. И перенаполнить его практически нереально. Кишечник может растянуться только за счет газов. Потому что если у человека сильное вздутие, сильное газообразование, все там начинает бурляться, и вот газы растягивают кишечник. Или какашки. Два варианта. Ну и какашки могут растягивать только нижнюю часть кишечника. Тогда, когда мы терпим. И вот люди, которые с детства страдают запорами, или, например, идут в школу, а там, ну, знаете, какие туалеты в школу бывают? Стесняются сходить в туалет. Без перегородок, без дверок, без сидушки, и, хотел сказать, без свидетелей, но как раз наоборот, со свидетелями. Вот это как раз и способствует тому, что очень многие дети начинают терпеть. Они же не знают, как найти выход из этого положения. И вот они терпят, терпят. В итоге какашки накапливаются в нижних отделах кишечника, и они растягиваются. И в следующий раз ему надо еще больше какашек насобирать, чтобы получился позыв. И этот начинает прогрессировать. И в итоге запор доводит человека до каких-то безумных вещей. Они подсаживаются на слабительный ужас. Как это происходит? Совсем скоро Новый год и Рождество. Я обожаю этот период за волшебную, сказочную атмосферу, за посиделки с любимым перед телевизором и просмотр любимых кинофильмов. Несмотря на праздничную суету, все вокруг добрые в ожидании праздников. Ходят слухи, что если в этот период чего-то очень хочешь, твое желание обязательно сбудется. Если бы Дед Мороз спросил, что ты, Ромина, хочешь получить на Новый год из мира кино? Я бы ответила. Дорогой дедушка, мне, пожалуйста, винтажный жакет Шанел из фильма Дьявол носит Прада, зелье удачи из Гарри Поттера, красную шубу из свингеров, живого Паддингтона из Приключения Паддингтона и яхту, как у героя Ди Каприо в фильме Волк из Уолл-стрит. Конечно, такие подарки вряд ли удастся получить, но подписку на Киевстар ТВ получить реально. Оператор предлагает только лицензированный контент 300 телеканалов и свыше 20 тысяч фильмов и сериалов в видеобиблиотеке. Тарифы на ТВ начинаются от 100 гривен. Пишите в комментариях, что бы вы хотели получить в реальной жизни из мира кино. И за самые интересные ответы я вам подарю промокоды на премиум подписку Киевстар ТВ. Не забывайте писать в комментариях свои ники в инстаграм для оперативной связи. Подключить Киевстар ТВ можно по ссылке в описании под этим видео. Правда, что чем спокойнее человек, тем лучше работает его кишечник? Да, ну вас бросьте, конечно. Бывают очень спокойные люди, которые вообще не какают. Или ходят раз в неделю, раз в неделю, и даже не парятся об этом просто, потому что они спокойные. Они мало едят? Либо мало едят, либо не следят просто за стулом, либо иногда бывают такие культурные особенности. Знаете, просто человек, ну, с рождения он так ходит, как бы он считает, что это нормально. А потом, когда узнает, а что так можно было, он говорит, катастрофа, я же всю жизнь так ходил. Поэтому спокойный или неспокойный человек, это никак не отражается на работе кишечника. Глобально. Но детали все-таки существуют. И, например, человек, который очень сильно нервничает, это не особенность характера, это проблема психологическая, которая приводит к тревожности. Тревожность, она имеет прям радикальное отличие от страха. Вы боитесь чего-нибудь? Я знаю, что такое состояние тревожности. Огонь. Вот. Но это проблема, да? Да. Это же не характер. Нет, это проблема. Которую можно получить, заработать как-то, и которую можно решить, кстати. Да. Вот. Когда такие проблемы возникают, вот это влияет на кишечник, а не характер. Потому что наверняка каждому знакомому медвежью болезнь. Ну, многие в институте сталкивались с такой проблемой у себя или видели у окружающих. Когда человек перед экзаменом переживает, вот тогда возникает усиленная тревожность или большое количество страхов, которые заставляют кишечник сокращаться быстрее. И тогда человека проносит перед экзаменом. Вот это влияет. А иногда бывают другие люди. У нас же две реакции на стресс есть типичные. Первое. Когда мы увидели медведя страшного, большого, мы убегаем, и кишечник тоже убегает. Да. Ну, чтобы медведь, ему весело было бежать, чтобы он подскользнулся и не догнал нас. А вторая история это превратится мертвым. И тогда мы как-то замираем, кишечник тоже замирает, перистальтика ослабляется, и тогда это ведет к запорам. Или хуже всего к спазмам, когда он начинает болеть. Поэтому это не характер. Это какие-то проблемы, с которыми мы встречаемся, вот они приводят к нарушениям в кишечнике. Тогда скажите, как часто должен быть стул? Норма это один раз в день. Каждый день, один раз в день. При условии, что консистенция нормальная, тужиться сильно не приходится, цвет какашек какой-то из 50 оттенков коричневого, какого-то запаха разъедающего глаза нет. Вот тогда да. Конечно, это не абсолютная цифра, это некий интервал. Потому что в какой-то день мы едим побольше, и стулу может быть побольше. В какой-то день едим поменьше, и стулу может быть поменьше. Поэтому мы говорим о середине диапазона один раз в день, каждый день. Но есть и края диапазона. Может быть, если вы едите побольше, это будет два раза за один день. Либо один раз за два дня. Но самое главное, что при этом какашки должны быть оформлены. Что это такое? Оформлены, это значит, что они должны иметь форму. Форму. Бывают неоформленные, когда формы нет. Это что-то похоже на кашу. А бывают, когда они форму эту имеют. Вот по поводу средневековья. На самом деле, мы не очень-то далеко оттуда ушли. И, например, общий анализ кала, который обычно используют, он все-таки до сих пор делается вручную. То есть, представляете, а вы отдаете какашки в лабораторию в баночке. Там сидит врач-лаборант в вытяжном шкафу. Прям в прямом смысле слова. Это все, значит, размазывает там и смотрит под микроскопом. И это занимает какое-то время. Он ищет там эти волокна, он ищет переваренную, не переваренную еду. Он ищет клетки, что-то еще определяет, там, показатели ПАЖ и все остальное. И, наверное, после пятого анализа у него слезятся глаза, потому что это действительно очень трудоемко. И, к сожалению, пока еще нет альтернативы для того, чтобы заменить этот вот тяжелый физический труд на какой-нибудь автоматический анализатор. И поэтому очень часто возникают ошибки в этом анализе. Правда ли, что нужно есть каждые 4 часа для нормальной работы кишечника? Смотрите, наша пищеварительная система, она на самом деле очень длинная. Вот, уважаемые зрители, как-то почтеннейший публик, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, какая длина конкретно кишечника? А я скажу, что вся пищеварительная система у нас в среднем по разным данным, в зависимости от роста, от веса человека, это где-то 7-8 метров. Значит, 7-8 метров, если это размотать, то это прям длинная дорога. Да. Это 10 шагов. Даже шаг примерно 70 сантиметров. 7 метров – это, ой, короче, 10 шагов. Поэтому, когда мы обычно говорим про какие-то проблемы, которые чаще всего у нас возникают, там, сжога, отрыжка, там, тяжесть, вздутие, стул, почему-то мы по привычке обсуждаем всегда желудок, поджелудочную железу с ферментами, желудочный пузырь, там, с дискинезией, холециститом, чем-то еще. Хотя это все сосредоточено на первом метре пищеварительной системы. И мы забываем про оставшиеся 6-7. Представляете? Я в шоке. Да. Почему-то мы вот в упор хотим видеть именно вот это начало, а про оставшуюся большую часть, 90%, мы почему-то забываем. Как будто, как бы, и нет кишечника. Слава богу, в последние годы эта тенденция ломается немножко. Но, когда мы понимаем вот это соотношение метр и 6-7, нам становится понятно, что вот этот кишечник это большой конвейер. И если регулярность приема пищи еще как-то влияет на начало пищеварительной системы, то дальше это уже все сглаживается скоростью передвижения по конвейеру. Поэтому кишечник абсолютно не важно, сколько раз в день вы едите, потому что ему все равно из этого достается только трава. А желудку важно, да? А вот желудку важно, да. И вот желудку важно, чтобы в него регулярно попадала еда. Но это регулярно все-таки может адаптироваться. Может адаптироваться под привычный режим питания. Под привычный. Так же, как мы говорили про объем, так же и под состав белков, жиров и углеводов, и так же под время. И для этого обычно требуется около двух недель. Поэтому есть люди, которые адаптированы под два приема пищи в день. И они вполне все это устраивают, и у них ничего не болит. Есть люди, которые адаптированы под пятиразовое питание, у них ничего не болит. В принципе, при условии здоровой пищеварной системы, каждый может перестроить свой график под более удобный вариант. И это займет около двух недель. Даже поджелудочная железа, которая выделяет ферменты, имеет определенное соотношение между ними. Ферменты для белков, ферменты для жиров и ферменты для углеводов. И вот она примерно за три недели меняет соотношение между вырабатываемыми ферментами в зависимости от того, что вы едите. То есть, например, сели на более жирную диету. И через примерно три недели выделяемые поджелудочные железа ферменты перестроятся так, чтобы это переваривалось. Обязательно ли в первый час после пробуждения завтракать? Либо, если ты спешишь или не хочешь, можно выпить чай, кофе и позавтракать в обед? Не обязательно. Знаете, что обязательно в первый час после пробуждения? Проснуться. Проснуться. Потому что, вот даже сегодня, опять же, приходил пациент, так мы интереснее поговорили. Она говорит, вот я просыпаюсь, еще не пришла в себя, и если у меня случился, например, позыв в туалет, я успел сходить. Если не пришла в себя и не случился позыв в туалет, то все, как бы это осталось со мной на день, я схожу только завтра. И вот это рождает новую проблему. Поэтому, конечно, сон очень важен для организма. И когда мы утром проснулись, должно пройти достаточное время, чтобы вы пришли в себя. Потому что, пока мы не пришли в себя, организм-то продолжает работать, но мы его просто не слышим. И вот должно пройти какое-то время, чтобы мы очухались и начали себя адекватно слышать. И вот тогда, может быть, вы почувствуете голод и захочется позавтракать. Может быть, вы почувствуете позыв в туалет и захочется сходить в туалет. Может быть, вы почувствуете что-то еще и скажете, ого-го, я не знал о себе такого. Вот. Но, если, например, у вас такой график, что вы приходите в себя по дороге на работу, и там вы начали ощущать свой организм и почувствовали голод, ну, позавтракайте там. Нет никакой в этом проблемы. То есть, рекомендация диетологов, то, что завтрак, обязательный прием пищи в рамках вашей профессии. Возможно, при каких-то заболеваниях это и имеет смысл. Например, когда у человека воспаленный желудок, то у него может деформироваться чувство голода. И, например, у части людей оно пропадает, и человек думает целый день, что он вообще не хочет есть. Просто пропало чувство голода. У кого-то включается жор, и он начинает есть постоянно-постоянно, и чувство голода вообще не исчезает. Тогда здравый смысл подсказывает, что, ну, что-то не так, надо подчинить свой желудок и есть нормально. Если мы говорим про здоровых людей, то для них абсолютно не важно, будет этот завтрак прямо вот ровно через пять минут, когда вы проснулись, или через два часа, когда у вас появилось чувство голода. Ну, то есть, на желудок это никак не повлияет, можно, если не хочешь, очень распространено у нас вот это вот. Желудок, надо есть для него полезную еду или что-то еще. Вообще все ограничения и вся нагрузка, они всегда связаны с функцией. Неразрывно. Поэтому, если мы говорим про желудок, то какая его основная функция? И вот это вот наше главное стопроцентное заблуждение. Мы говорим, желудок переваривает. Да нет же. Нет, желудок не переваривает. Напишите, что вы думаете, почему желудок не переваривает? А что он делает? А что он делает? Желудок – это мешок вообще-то. Забирает? Конечно. Потому что вам надо вот этот вот груз из тарелки через рот маленькую трубочку пищевод переложить себе в живот. Это место, куда поступает еда. Поэтому первое, что он должен делать, он должен растянуться и ее в себя вместить. Поэтому на него влияет объем еды. А дальше он ее мнет. Потому что выход из желудка всего 4 мм. Ну, плюс-минус он немножко растягивается, желудок должен продавить это все вот в эту маленькую дырочку. Так это смять в пюре, чтобы оно туда продавилось. Поэтому его основная функция механическая обработка пищи. Механическая. Как мясорубка или блендер. Только внутри. И третье, что он делает, он обеззараживает эту еду. Потому что еду мы берем нестерильную, и нам не хочется, чтобы микробы попали внутрь. У нас для этого есть глоточные миндалины, защитное кольцо пирогового вольдейра, которое убивает часть микробов. И есть кислота в желудке, которая как бы является антисептиком, что ли, тем, в котором мы опускаем еду, она обезвреживается, и дальше идет уже в наш организм. Вот это три основных функции. И сами свойства продуктов по большому счету на это не влияют. Кроме объема, консистенции. И поэтому люди с больным желудком, они говорят, конечно, сяду на кашку, и как бы все симптомы пройдут. Правильно, потому что каша, она жидкая, и она уменьшает нагрузку на желудок. И ему становится легче. Но она не лечит. Вообще не лечит. Мы просто вот так вот закрыли глаза, думаем, нет, симптомов нет, значит, с желудком все хорошо, а на самом деле он продолжает болеть и разрушаться. Это может привести к атрофии или нет? Или к язве, или к раку желудка. Всем привет! Мы сейчас в Будапеште, прилетели сюда, чтобы снять для вас новый контент. Самая выгодная цена на билеты для всей команды я искала на авиасейлз. Авиасейлз – поиск дешевых авиабилетов. О чем говорит запах изо рта? Есть несколько групп причин. Первая и самая частая это стоматология, потому что часто бывают проблемы с зубами, скрытые полости, под пломбами или между зубами, которые при визуальном осмотре не видны, а дырки там есть. Это решается обычно панорамным снимком челюсти, и там все это становится как вот, ну, прозрачным. Второе – это лор, потому что очень часто бывает, например, затек слизи из носа или проблемы с миндалинами, которые человек как таковые-то не ощущает, потому что оно не жгет, не болит. Но там живут микробы, которые гадят и выделяют какие-то пахнущие вещества. И третья группа причин связана с желудочно-кишечным трактом. На самом деле их две внутри желудочно-кишечного тракта. Я начну с не самой частой, скорее с самой редкой. Это желудок. Самая редкая причина запаха это желудок. У нас есть пищевод, по которому пища падает в желудок, и там что-то хранится, какая-то еда, и что-то там происходит. И между пищеводом и желудком есть клапан, который должен закрываться и держать, чтобы пища не просилась обратно. Не только пища, но и воздух, который мы непроизвольно иногда заглатываем. И вот если это место не держит, и там дырка, вот тогда запах может выходить немножко обратно, и тогда может попахивать. Но это будет связано с приемами пищи. И пустой желудок, конечно, не будет пахнуть. Либо наоборот, будет пахнуть пустой, а полный не будет пахнуть. Есть какая-то взаимосвязь с едой. И здесь, чтобы определить правильно, надо подумать в первую очередь. Именно поэтому сложности возникают с запахом. Но где причина? То есть методом исключения. Надо сопоставлять. Не то чтобы исключением. Может быть не одна причина, а две. Ну да. Или три. Или все четыре. Никто же не запрещает. Ну да. Слотов в организме для этих причин очень много. Так вот. И самое интересное, конечно, это кишечник. Потому что там живут микробы, там переваривается какая-то еда, и там выделяются газообразные продукты. И как это ни парадоксально, они всасываются в кровь. В кровь. Кстати, так же, как и другие газы. Углекислый газ всасывается в кровь, и кислород всасывается в кровь, и этой кровью транспортируется. Жидкость может переносить растворенные в ней газы. И те вонючие газы, которые есть в кишечнике, связанные с серой, с азотом, с другими веществами, элементами, они могут всасываться в кровь, кровью переноситься по организму, и выдыхаться через легкие. И вот тогда может появляться запах изо рта. Кстати, очень важно отличать запах изо рта от запаха из носа. Из носа? Да, это тоже один из таких диагностических, определяющих моментов. Запах, мы привыкли говорить, что он всегда изо рта. Хотя запах может быть и только в носу, а не в полости рта. Но мы все равно ощущаем будто... Да, потому что мы не можем сами отличить. Поэтому это должен отличать какой-то другой посторонний человек. Просто закрываем рот, выдыхаем на него носом, или закрываем нос, выдыхаем на него ртом. И он определяет, откуда идет запах. Из носа только, только изо рта, или и изо рта, и из носа. Как понять, что у тебя реальная непереносимость лактозы и глютена? Шибануть молочка. Так. Потому что, когда у человека возникают такие мысли, ну вот что-то должно вас подвигнуть. Ну как я поняла. То есть если у человека ничего не болит, он вряд ли будет задумываться о том, есть у него переносимость или непереносимость. Правда? А вот если у человека возникают какие-то симптомы, то мы начинаем перебирать варианты вместо того, чтобы нормально проверить кишечник. Почему-то мы так хотим. Не хотим нормально проверять кишечник, а выберу я какую-нибудь самую безобидную болячку, пусть у меня будет именно она, и начну проверять, есть она у меня или нет. Вот такая у нас обычная логика. Поэтому если у нас задача конкретно проверить непереносимость, тогда надо понимать, что она бывает разная. Первое. Бывает непереносимость, связанная с генетикой. Либо с рождения, либо чуть позже, после какого-то стрессового события она включается, и тогда мы пьем молоко, и у нас начинает бурлить в животе, что-то газовать или даже поносить. Вот оно и подозрение. Выпили стакан молока, появились симптомы, да, давайте проверять. Сдали генетику, увидели, есть генетика и успокоились. Хотя на самом деле успокоиться неправильно. Другая ситуация, когда сделали генетику и нет генетики. Так, и что тогда? Это значит, что у нас есть какая-то болячка, из-за которой не переносится молоко. Но может быть и две проблемы. Может быть и наследственная непереносимость, и проблема в кишечнике. Но если мы сдали генетический тест, получили положительный результат, то мы считаем, что у нас может быть только одна единственная проблема. Да. Именно генетика. И забываем о том, что в этой ситуации может быть и вторая проблема в кишечнике. Успокаиваемся морально и теряем время и не проверяем больше кишечника. Потому что у нас генетика, все и все. А потом симптомы начинают возобновляться и появляться уже без молока, и тогда мы все равно пытаемся все списать на непереносимость. Так вот, значит, если мы хотим подтвердить чуть более детально, то мы можем определить во время гастроскопии, когда трубку засовывают в желудок, специальным тестом непереносимость и степень этой непереносимости. По факту. По факту. Есть она или нет? Без определения причины. Генетическая или негенетическая. Тогда мы получаем подтверждение. Да, непереносимость есть. А вот с чем она дальше связана, приходится разбираться. Может быть, связана с раздражением в кишечнике, с воспалением в кишечнике, с какими-то конкретными микробами, живущими в кишечнике. Может быть, связана даже с аллергией, например, на коровий белок. Не с самим молоком и, например, с сахаром, который в нем содержится, а с аллергией на коровий белок. Тогда человек пьет коровье молоко, и у него есть какая-то непереносимость. Пьет козье, и ничего нет. А вот если это связано с сахаром, содержащимся в молоке, Он пьет и коровье, и козье, и все равно у него возникают неприятные симптомы. С глютеном так же? С глютеном так же. И такие же симптомы, как при непереносимости лактозы, это вздутие, колики? Только причинный фактор другой. Вернее, не причинный, а провоцирующий. При лактозной недостаточности причинный фактор – молоко. А при целиакии или глютеновой энтеропатии, по-другому ее называют, причинный фактор – это глютен, который содержится в злаках. И здесь надо вспомнить свое детство. Если вы ели манную кашу, то это прекрасный тест на лактозную недостаточность и на целиакию. Потому что там есть молоко, и там есть глютен. Если вы ели манную кашу на молоке, и у вас все было хорошо, значит, вы практически здоровый человек. Если вы не можете есть манную кашу, то здесь важно отличить, что вас от нее просто выворачивает, и вот эту манную кашу в детстве перекормили, и вы не можете ее есть. От того, что она провоцирует какие-то симптомы. Что-то побаливает, вздутие, надувается, что-то немножечко послабление со стулом. Вот эти вот две вещи надо отличать. Что такое синдром дырявого кишечника? Вы видели решето? Конечно. Вот оно дырявое, правда? Да. Кишечник, ну, он явно не такой, правда? Если кишечник будет дырявый, то это называется перфорация. Медицинским словом. Когда там дырка, тогда все содержимое кишечника вываливается в живот, и человек вываливается в больницу, куда-то поближе к реанимации. Потому что это крайне серьезное состояние, которое называется перитонит. Да. Тогда делают дополнительные еще несколько дыры в животе, ставят туда дренажи, чтобы это все содержимое отходило. Вот, конечно, это не в буквальном смысле. Это некоторое образное сравнение, которое начало быть популярным, ну, в последние несколько лет, на самом деле. Да, в Инстаграме просто пишут. Медицинская наука знает этот термин с 60-х, 70-х годов того века. Когда были фундаментальные исследования, и мы знаем, что все в организме состоит из клеток, и пищеварительные системы тоже. И расстояние между этими клетками должно быть плотненькое. Если это расстояние между клетками чуть-чуть увеличивается, тогда мы говорим о том, что проницаемость стала побольше. И это происходит во всех частях организма. Это может быть в носу, во рту, в легких, в кровеносных сосудах, в печени, в кишечнике, где угодно. Например, проницаемость повышается, то есть стенка как бы становится дырявой. При баронхиальной астме в легких. Представляете? Но почему-то это не так популярно. Ну да. Популярно именно в кишечнике. Наверное, это просто тренд. Просто забыть и даже не читать тех, кто об этом пишет. Например, проницаемость повышается в коже. Когда мы сделали себе мозоль, она становится мокнущей, влажной. И мы представляем, что вот да, за счет того, что все клетки чуть-чуть расползлись друг от друга, начинает просачиваться жидкость, и эта поверхность становится такая вот. Вы все видели мозоль. Да, конечно. Вот это и есть нарушение проницаемости. И в кишечнике происходит то же самое. Но важно знать, что это промежуточное звено практически при всех болезнях. Как и, например, классические признаки воспаления. Что начинается отек, начинается покраснение, начинается разрушение клеток, нарушение функций. Но наша задача сконцентрироваться на причине, которая это вызывает, и на последствиях, которые после этого образуются. И крайне редко нам приходится действовать на промежуточное звено, на проницаемость, на тот самый дырявый кишечник или на что-то еще. Поэтому здесь важно то, что стенка кишки, она вообще-то из нескольких слоев состоит. А проницаемость повышается только у самого верхнего. Поэтому это ни на что не влияет в плане всасывания. Это влияет только на то, что между клеток попадают какие-то вещества, которые находятся в этом пространстве. И могут раздражать эту кишку и провоцировать нарушение ее сокращений или нарушение микробной составляющей в кишечнике. И это называется раздражением в кишечнике. Ни больше, ни меньше. И это универсальный процесс, который есть, например, и в желудке. И если там расстояние между клетками увеличивается, то среда в желудке все-таки кислая. И кислота начинает попадать в пространство между клетками. И тогда она больше действует на нервные окончания, расположенные в подследственном слое. И мы начинаем чувствовать боль или жжение. Ни больше, ни меньше. И ничего, конечно, мы в желудке не теряем и не приобретаем. То, что у нас болит живот, нарушена моторика кишечника, нарушена микрофлора, избыточное газообразование, и из-за этого есть нарушение стула. Полезно ли принимать ферменты, вот, допустим, как делают, день рождения, Новый год, переел, выпил, сами знаете что, чтоб легче переваривалась пища. Потому что в нашем сознании где-то глубоко спрятана эта фраза, желудок переваривает еду. И поэтому маркетинг и некомпетентность просто творят чудеса. И эти таблетки продаются почти лучше, чем обезболивающие. Понимаете? Хотя на самом деле они вообще не работают. Вообще не работают при переедании. Почему? Потому что желудок, во-первых, не переваривает. Хорошо, давайте представим. Вот мы поели, куча еды у нас бухнулась в желудок, не обычные там полкило, а целый килограммчик. Желудок растянулся, и он от этого болит. Да. Что надо сделать? Правильно, сдуть его. Так. Эвакуировать из него еду быстрее туда. А ферменты, мы думаем, что они сейчас это все переварят, и что? Оно станет более жидким, да? Нет, ну, быстрее поможет вытолкать пищу куда нужно. Давайте вспомним просто базовые основы. Давайте. Ферменты выделяются поджелудочной железой только тогда, когда пища уже ушла из желудка. В желудке ферменты инактивируются соляной кислотой желудка. Поэтому в желудке они в принципе не работают. Так. Для этого... Что, не ждет картинка, да? Что тогда мы принимаем? Для этого мы принимаем ферменты, да, которые либо не работают в желудке, потому что они инактивируются соляной кислотой, ну, в кислой среде, либо они защищенные, иногда говорят, ну, они защищенные, они в специальной кислотоустойчивой кишечно-растворимой оболочке. Да. Да. Тогда вместе с едой они просто лежат в желудке, ждут, когда еда выйдет из желудка, там в кишечнике оболочка растворится, и они начнут переваривать еду. Ну, это будет... Которая поступит следующая, да? Получается так? Да, даже это уже, на которую в принципе и хватит еды, но просто они никак не повлияют на ваше самочувствие, потому что они не работают в желудке. То есть это... Либо потому что кислота их разрушает, либо потому что они в оболочке и начнут работать только там в кишке. Когда желудок сам-таки разомнет все, что мы туда положили, потихоньку это выдавит туда в кишечник, ну, тогда уже и симптомы пройдут. Так это что, эффект плацебо? Да. А почему тогда эти таблетки такие популярные? Блин, потому что их хорошо продвигают. То есть они полезны только при панкреатите? Понимаете, они очень хорошо успокаивают совесть. Ну, вы поели. Вам плохо, да? Конечно. Вы же не можете сидеть без дела и ждать, когда это пройдет. Не можете. Вам надо что-то сделать, чтобы успокоилась совесть. Выпейте, не знаю, с таким же успехом, выпейте витамины, выпейте активированный уголь, просто выпейте. Иногда это лучше стимулирует моторику желудка, чем какие-то ферменты. А активированный уголь тоже так же действует? Не как в рамках переедания? Он тоже успокаивает вашу совесть. Да. Вы будете точно знать, что вы что-то сделали. Это просто дешевле. Таблетки только в случае панкреатита действуют или нет? Да? Смотрите, поджелудочная железа вырабатывает около миллиона единиц ферментов. В одной таблетке около пяти тысяч. Ну, есть десять тысяч фуарта. Да, есть и сорок тысяч. Да. Да. Поэтому миллион и десять тысяч. Это совсем не те вещи, правда? Да. Разочарование. Которые могут переваривать еду только не в кислой среде. Вот только не в кислой среде. Не бросай меня в терновый куст. Только не в кислой среде. Поэтому, когда пища выйдет из желудка, поджелудочная железа брызнет на нее бикарбонатом, чтобы она перестала быть кислой. И потом брызнет в нее ферментами, которые за глаза хватит, чтобы это все переварилось. Ну, тяжесть, которую мы получили при переедании, связана с растяжением желудка. И ферменты никак на это не влияют. Вот, знаете, я вам сейчас скажу лайфхак. Жесткий, конечно. Как вся наша жизнь и Макдональдс. Потому что на этом именно построен весь фастфуд. Легко обожраться в Макдональдсе? Пробовали? Ну, если взять бургер и картошку, тогда да. Вы пробовали? Конечно. Что потом дают? Я колу не пью. Вот в этом проблема. Поэтому вы можете обожраться в Макдональдсе. Да. А люди, которые запивают это холодной водой, не обжираются. Потому что именно холодная вода, сама температура, она способствует более быстрому опорожнению желудка. На этом построен весь фастфуд. Вам дают горячую еду. Много. Или немного. Но дают холодного. Вы поели и запили это холодным. Со льдом же? Ну да. Желудок быстрее опорожнился, и вам снова хочется есть. Как интересно. То есть те, кто берут колу без льда, тогда что? Ну, они просто проигрывают. Это лузеры поражают. Нарушают концепцию, да? Да. То есть можно в такой теории съесть что-то вредное, запить холодной водой? Просто в желудке есть температурные датчики. Они понимают, что еда была теплая, она остыла. Значит, она уже готова, надо ее выбрасывать. Это лайфхак. Вы можете это использовать, а можете не использовать. Поэтому если вы объелись, запейте холодной водичкой. Хорошо. Это будет давать больше эффекта, чем какой-нибудь энзим, чудо-заклинание, аффирмации или что-то еще. Чем чревато регулярное потребление слабительных в рамках программы похудения? Была у меня тут одна девочка, приходила, слушайте. Такая прям, меня прям за душу взяла, слушайте. Было ей что-то... После школы, короче говоря. Она спортсменка, фигуристка, занималась фигурным катанием. Отличная фигура, отличные фотографии. И вот начинается похудение. Потому что она где-то каталась, и кто-то ей сказал, что попа тяжеловата. И эта такая травма запала ей в душу. И вот эти технологии похудения, они доводят людей просто не знаю до чего. Она села на диету. На какую? Правильно, на водную. На водную диету. Значит, она похудела, но ей показалось, что мало. И она добавила слабительное. Да. То есть ничего не есть. А стула-то нет. Это закономерно и логично, с одной стороны. Но когда человек начинает вот прям сильно так морально, эмоционально худеть, он добавляет слабительное. Из-за этого она еще похудела, но начала отекать. Потому что когда ты пьешь только воду, из тебя еще вода льется, как бы водно-солевый баланс нарушается. Появляются отеки. И она начала пить мочегунные, чтобы отеки ушли. Потом у нее пропало абсолютно настроение, и она села на антидепрессанты. И вот таким образом она из хорошей фигуристой фигуристки превратилась то ли в 38, то ли в 39 килограммов. Ужасные истории. Поэтому, конечно, такие истории, но они абсолютно недопустимы. И программы похудения, основанные на чем-то, кроме изменения питания, по сути, они тоже недопустимы. Потому что мы подменяем. Подменяем одно другим. Хорошо. Если любой человек выпьет мочегонных... Мы сейчас про слабительные спросили. Я помню. Ну, про мочегонные, да? То он похудеет. Правда? Ну, воду сольет. Конечно. И если любой человек выпьет слабительных, то он тоже похудеет. Да. Потому что он сбросит лишнее. Да. Но лишнее не из боков, а из кишечника. Поэтому минус пары килограммов за неделю в программе по похудению дает шикарный результат. Поэтому вы начнете есть и вернете свои какашки обратно. И будете ровно на эти полтора или два килограмма тяжелее. Поэтому это просто введение в заблуждение, на самом деле. Ну, а как эти слабительные влияют на кишечник, желудок? Мы сейчас про людей с запором говорим или без? Без запора. Смотрите, есть краткосрочное использование слабительных. Оно, скорее всего, к чему-то серьезному не приведет. Если переборщить с дозировкой, можно потерять электролиты. Но это компенсируется резервами организма. Потом на выходе из этой программы вы вернете их себе в течение какого-то времени. А есть слабительные, действие которых основано на добавлении в организм сахара, которые стимулируют рост микробов. Микробы в кишечнике больше гадят, больше выделяют газообразных веществ и больше раздражают кишечник. И это способствует его более сильным сокращениям, что приводит к диареи. Такие слабители вроде бы как безопасны, но они приведут к тому, что будет в кишечнике раздражение, а потом воспаление, даже за короткий период времени. Есть слабительные стимулирующие, которые просто очень сильно долбят по кишечнику, больше, чем обычно, и из-за этого он все выбрасывает. Тогда, если мы их применяем, кишечник привыкает уже к сильному стимулу, и когда мы перестаем по нему долбить, его обратно естественный стимул, не то чтобы заставляет сокращаться, и так теряется его тонус. И заокнутый круг. Да. Бывают еще растительные, слабительные на основе сена, например, которые достаточно опасны. Есть, правда, разные данные, но в любом случае ничего хорошего от них не светит, потому что они вызывают привыкание, потом они вызывают необходимость повышать дозировку, потом развивается меланоз кишечника, он становится черным. И по разным данным, кто-то из ученых говорит, что у этих людей чаще возникают полипы в кишечнике, онкологии, кто-то говорит, что так же, как у всех. Но в любом случае неприятность точно есть, потому что надо либо снизить вес более естественным путем, через коррекцию, через изменение своих пищевых привычек, ну или поиск новых радостей, не знаю, либо справиться с запором не с помощью слабительных, а восстанавливая тонус и сокращение кишечника, и давая ему необходимую воду и клетчатку, чтобы он нормально работал. Полезно ли делать голодание, либо так называемый детокс для кишечника и желудка? Когда мы говорим про полезно или вредно, нас в первую очередь интересует цель, правда? С какой целью человек голодает? И цель может быть разная. Например, голодать можно для того, чтобы снизить вес, и голодать можно, чтобы избавиться от каких-то симптомов и чувствовать себя лучше. Вот это два разных направления, для которых используется голодание. Но важно понимать, что в любом случае, что с целью снижения веса, что с целью улучшения самочувствия, мы на какой-то период времени лишаем организм ресурсов. То есть машина была заправлена бензином и неплохо себе ехала. И мы такие говорим, а давай-ка я буду голодать и буду заливать в машину не полный бак, а только до половинки. И вся наша поездка превращается в тени толкай. Половину дороги проехали, а половину мы толкаем машину. И в организме то же самое. Насколько-то нам еды хватает, а оставшуюся половину нашей деятельности мы ресурс-то откуда достаем? Из своих собственных резервов. То есть организму приходится откупоривать заначку. Да, в отношении снижения веса это неплохо откупорить заначку, а в отношении улучшения самочувствия вообще никак. Но облегчение происходит. Почему? Потому что поскольку это стресс, выделяются гормоны стресса, которые делают нам хорошее настроение, которые добавляют нам как бы энергии вот по внутреннему ощущению. И это организм дает нам для того, чтобы мы нашли ему еду. А мы ему не даем. И используем это как бы как собственное облегчение, типа лучше мне стало. А как же эта теория, то, что органам нужно отдыхать, желудку нужно отдыхать, чтобы не перетруждать его? Легким нужно отдыхать, да? Потому что они же постоянно дышат. Надо сделать им маленький перерывчик и задохнуться. Значит, сердцу надо отдыхать, потому что оно постоянно качает. Надо сделать маленький перерывчик, и все. И мозгу надо отдыхать. И вообще всему надо отдыхать, правда? Конечно. Конечно. И кишечнику надо отдыхать. Но почему-то у нас двойные стандарты. Кому-то мы выбираем, что надо отдыхать, а кому-то, что не надо, да? И не организм это решает, а мы с вами, да? Вот кожа, надо отдыхать. От макияжа. От макияжа, да. Просто когда мы видим, от чего, мы придумываем, что надо отдохнуть. А вот сердцу от чего отдыхать? От переживаний. От переживаний. Оттормозните сердце. Не могу. Вот именно. Ничего вы не можете тормознуть на самом деле. Потому что даже если вы тормознете кишечник, то тогда возникнет кишечная непроходимость. Если вы тормознете желудок, то же будут проблемы. Все работает постоянно. Никуда не деться. Настолько раздражает меня слово детокс, что я даже не услышал его. У меня же мозг, видите, так отдыхает сам от слова детокс. Смотрите. Значит, когда мы говорим про детокс, от каких-то токсинов мы должны избавиться? От каких? Ну, мы знаем, что их нет. Да. Зачем тогда его делаем? Детокс? Да. Смотрите, давайте не будем менять понятия. Если мы хотим просто отдохнуть, расслабиться, релакснуть, съездите куда-нибудь, просто отдохните. Зачем создавать вот этот ложный ритуал очищения от чего-то? Потому что очищение у нас в организме какое есть? Есть очищение с мочеиспусканием, есть очищение с дефекацией, есть очищение с выдыхаемым воздухом и с выделениями из кожи. Все. Других детоксов нет. Организм сам прекрасно выделяет все вредные вещества. И если вы ходите в туалет один раз в день по-большому, это и есть самый лучший детокс. И не надо там больше ничего чистить, ничего промывать. Всякие клизмы, смузи, до свидания. То есть это просто еда. Смузи – это еда? Конечно. Еда. Просто люди, которые недоедают в обычной жизни клетчатку или едят мало клетчатки, когда им дают положенное количество, им становится легче. Стул появляется, они ходят каждый день, и вот оно облегчение. Часто люди путают боли в желудке и в кишечнике? Всегда. Тогда покажите, чтобы мы знали, где находится желудок, где кишечник. Я бы на вас показал лучше. На себе не показывают плохую примету. Я не суеверный. Смотрите. А кишечник расположен буквой П в животе. Так. У кого-то буквой М. То есть какие-то части по краям, а какая-то часть – вот серединка. Это мы говорим про толстый кишечник. Да. Тонкий кишечник. Вообще так вот все замусоривает в животе, поэтому он практически большей своей частью прилежит к желудку. И если края справа и слева мы можем отличить по самочувствию, но всегда путаем это не с желудком, а с желчным пузырем или с поджелудочной железой, если низ мы можем отличить от желудка, но путаем это с гинекологией или чем-то еще, то вот верхняя часть, которая как раз и находится примерно на уровне желудка, всегда нас смущает. И это можно определить либо при осмотре живота руками у гастроэнтеролога, или при прослушивании живота с помощью фонодоскопа, либо с помощью обследований. Желудок находится не в середине. Да. Не в середине. Он находится слева. Так. Ну вот как под ребром. Слева. Да. А, вы показываете там, ниже. Это лево. Да. Ну вот я думала, что... В смысле справа? Это лево моё. Делите на четыре части. Я думала, что в смысле справа. Так. Здесь находится желудок. Делите живот на четыре части через пупок. Так. Вот если мы говорим про желудок, чаще всего это слева сверху. И если мы чувствуем, будто какая-то невралгия, это может быть желудок. Как вы чувствуете невралгия? Межреберная невралгия. Как вы её чувствуете? Рёбрышки так стреляют. Это может быть межреберная невралгия. Они так и стреляют. А желудок? Как он показывает, что он болит? Шесть лет медицинского института. И вы научитесь отличать всё, что угодно. Приходите. Это достаточно сложная для понимания тема. То есть мы сами не определим. Мы её сейчас детально и точно никогда не сформулируем. Но мы можем сделать какие-то намёки и предположения, по которым можно предварительно сориентироваться. Первое. Мы смотрим на место расположения ощущения. И по нему определяем, что примерно в этом месте должен находиться желудок, и, наверное, там он будет болеть. Но здесь какие нюансы? Мы можем промахнуться сами и не точно определить. Или ощущения могут эрридировать, то есть отдавать в какое-то другое место. Например, кишечник вроде бы должен болеть здесь, иногда отдаёт в спину. Спутаемся, спутаемся. Сердце должно болеть здесь, иногда отдаёт в левую лопатку. Спутаемся, спутаемся. Желчный пузырь должен болеть здесь, отдаёт в правую лопатку. Спутаемся, конечно. Поэтому это предположение. Поэтому, исходя из места, где расположен орган, мы с какой-то долей вероятности можем сказать, что да, это он. Поэтому мы ориентируемся, что желудок может давать какие-то ощущения в животе слева, сверху. Желчный пузырь справа, сверху. Но печень находится справа, сверху. В ней нет нервных окончаний, она болеть не может, поэтому мы её можем определить только по анализам или по каким-то совсем тяжёлым симптомам, когда уже беда. Скорее всего, там пузырь. Поджелудочная железа вообще обычно болит сзади. А вот всё оставшееся место – это кишка. Мы ориентируемся на взаимосвязь с приёмом пищи. Поскольку желудок прямо на входе, если болит прямо сразу после еды, скорее всего, это желудок. Кишечник очень далеко. Поэтому, если какая-то связь с едой спутанная, скорее всего, это он. То есть через сколько? Через часа 3-4? 5-6 или даже завтра. Да. А желчный пузырь с поджелудочной железой, они на выходе из желудка. И мы засекаем, что обычно, когда пища начинает выходить из желудка через час или два, вот тогда могут быть проблемы с желчным или поджелудочной. Если уж мы заподозрили кишечник, то чаще всего, поскольку в нём находятся какашки, то возникает проблема со стулом. Или, как минимум, с газообразованием. Создать предположение – это тоже очень важно. Потому что иногда мы думаем всё время, что «а, это болит желудок». А на самом деле это какая-то другая часть организма, кишечник, например. И очень часто, например, у человека с диареей, когда часто или жидкий стул возникает, все говорят «это желудок не переваривать». Ну, здесь надо включиться, потому что первое, что обращает на себя внимание, это, конечно, стул. За накопление и формирование каловых масс отвечает кишечник. Конечно, это кишечник, если есть проблемы со стулом. Это первое предположение. Но мы иногда сами себя вводим в заблуждение, думаем, что переваривать-то должен желудок. Ну, хорошо, второе предположение, что поджелудочное. Поджелудочное. Ну, да. Ну, уж точно не кишечник. И об этом все думают в последнюю очередь. Именно поэтому у нас очень много онкологии в кишечнике. Потому что мы таким образом обманываем себя, не специально, конечно. Обманываем, тянем время, и в кишечнике вырастает большая проблема. Мы могли бы раньше ее решить, и не было бы никакой проблемы с онкологией. А в чем разница между раздраженным и воспаленным кишечником? Раздраженный кишечник не может правильно выполнять свою функцию. Работа раздраженного кишечника нарушена. Он сложно передвигает, либо медленнее, либо быстрее, либо нерегулярно. Плохо всасывает или не очень хорошо всасывает. А вот воспаленный кишечник, он разрушается. Это тоже сопровождается нарушением его работы. Но главное отличие, что погибают клетки кишечника. Просто они умирают. А как это ощутимо сам себе? Одинаково. То есть нельзя самостоятельно диагностировать вообще никак? Если воспаление и разрушение клеток дойдет до той степени, что там уже будут эрозии или язвы, тогда уже кровь начнет появляться, тогда уже, может быть, суперсильные боли или какие-то приступы будут. Но это поздние стадии уже тяжелого воспаления. А начинающееся воспаление практически неотличимо по самочувствию от раздражения. Ранее вы ответили, почему при стрессе случается диарея, а почему вот после кофе может быть диарея? А почему бы и нет? Потому что кофе, в принципе, стимулирующий продукт. Мы пьем кофе, и у нас стимулируется давление. Повышается давление, стимулируется сердечная деятельность, повышается пульс. Стимулируется перистальтика кишечника, а перистальтика кишечника, если она стимулируется и становится быстрее, то стул быстрее появится. Это закономерный эффект от кофе. И это не повод для беспокойства, что кофе нельзя пить? Ну, это повод для беспокойства, если это случается моментально. Да, если эта реакция однозначно избыточная, то тогда, конечно, есть повод понаблюдать за собой, что вообще происходит со стулом по жизни. И, может быть, тогда, наблюдая за собой, мы заметим, что реально есть газообразование, реально периодически побаливает живот. Но мы просто не обращаем в рутине нашей жизни на это внимания, не обращаем, и поэтому как-то забываем. А кофе послужит нам провокатором для того, чтобы мы начали обращать на это внимание и следить за собой вообще. Моментально это через сколько? Вот выпил кофе через сколько должно быть? Ну, пять минут. Да, сразу. Но если это единичный случай, то не нужно беспокоиться. Да, конечно. То есть если это повторяемая история, например, выпил кофе сейчас и побежал в туалет. Завтра выпил кофе и побежал в туалет. Послезавтра выпил кофе и побежал в туалет, все должен сработать звоночек, что, наверное, что-то не так. А если это один раз случилось, то вполне себе можно списать это на случайность. Потому что действительно какие-то случайные вещи тоже происходят в нашей жизни. Но если это незакономерно повторяется, то тогда не надо сильно на этом зацикливаться. А вот что делать, если произошло пищевое отравление? У нас бывают вирусные инфекции, бактериальные инфекции и просто действия вредных веществ, когда мы съели что-то испорченное. Или испорченное в холодильнике, или когда бактерии подпортили эту еду. Мы это все вместе называем в кавычках пищевым отравлением. Поэтому и тактика наших действий, она тоже будет разная. Если это, например, вирусы, наша задача обеспечить организм ресурсами, обеспечить водой и не давать ему большую нагрузку. И в обычной ситуации вирусные инфекции заканчиваются самостоятельно. Если же это бактериальные инфекции, тогда придется попотеть, постараться. Возможно, потребуются антибиотики. Но в целом выглядят они примерно одинаково. И вирусы, и бактерии сопровождаются температурой, кстати. И даже некоторые просто токсические вредные вещества тоже могут повышать температуру временно. Поэтому самостоятельно определить, что из этого, ну, практически нереально. Поэтому самостоятельно что можно делать? Мерить температуру. Если она зашкаливает, тогда надо все-таки звонить в скорую или ехать ко врачу. Добавлять достаточное количество жидкости, особенно если много поносит, и давать какие-то питательные вещества. В основном углеводы, ну и что-то с сахаром. Чтобы было чем организму питаться в этот период времени, когда мы не можем есть обычную нормальную еду. Есть еще американская такая аббревиатура, называется БРАД. Когда мы используем диету с хлебом, рисом, яблочным соком, хлебтосты и бананы. Да. Обычный стандартный набор продуктов, когда у человека какое-то вот такое сильное пищевое отравление. Потому что ничто из этого не доходит до кишечника и всасывается в верхних отделах, обеспечивая питательными веществами. А из-за чего случаются запоры? С диареей разобрались, я правильно понял, да? Да. Отлично. Запоры по разным причинам возникают. Да и диарея тоже. Слушайте, мы обычно, когда вот кого-то из врачей выдергивают на какую-то такую публичную беседу, в основном мы говорим о наиболее частых или наиболее простых вещах. И если мы просто смотрим на статистику, то чаще всего запоры связаны с тем, что люди мало едят. Как это ни парадоксально? Едят мало не вообще, едят мало конкретно клетчатки. Ну, то есть не нагружают кишечник овощами, фруктами, зеленью, и поэтому он и не едет. Или не допивают жидкость. А организм, он свою жидкость заберет, никого он не обманет, он заберет тогда эту жидкость из содержимого кишечника, она будет сухое, плотное, твердое и никуда не поедет. Но есть и более редкие причины. Например, при болезни Паркинсона, при каких-то неврологических заболеваниях, тоже возникают запоры. Из-за некоторых лекарств вызывают запоры. И там дальше большой список на 100 причин, почему возникают запоры. А наоборот, если обнаружил в кале кусочки пищи, что это значит? Значит, ты очень внимательный человек. И, возможно, перфекционист. Потому что у кишечника нет задачи сделать идеальную какашку, и эта задача есть у самого человека, как хозяина или обладателя своего кишечника. Важно понимать, что не вся пища, в принципе, переваривается. Вот мы говорили про белки, жиры и углеводы. Вот они перевариваются. Они расщепляются на мелкие кусочки до аминокислот, до простых сахаров, до жирных кислот и так далее. А вот растительная клетчатка, она не переваривается. И поэтому, если вы хорошо пожуете морковку, то вы ее в унитазе не заметите. А если пожуете плохо или поглотаете кусками, тогда, скорее всего, вы ее увидите непереваренную. Точно так же, как, например, шкурку от помидоров. То есть ничего плохого в этом нет, да? На то она и клетчатка, чтобы выходить транзитом. Какие признаки синдрома избыточного бактериального роста? Где? Ну, в кишечнике где? Потому что избыточный рост микробов может быть где угодно. В глазах, в ушах, в носу, во рту, не знаю, во влагалище, в прямой кишке, в толстом кишечнике, в тонком кишечнике, даже в желудке, на коже может быть избыточный бактериальный рост. Поэтому очень важно уточнять, где именно. Ну, сейчас, опять же, ввиду популярности, чаще всего имеется в виду избыточный рост микробов в тонком кишечнике или в толстом кишечнике. С медицинской точки зрения это абсолютно разные понятия, потому что там живут абсолютно разные микробы. Но в популяризаторской этой среде это все сливается в один термин, просто СИБР. Синдром избыточного бактериального роста, где? Нигде. Поэтому чаще всего под ним подразумевают не реальную суть процесса, когда микробов становится слишком много, а просто совокупность каких-то симптомов обозначают этим названием. Ну, например? Например, вздутие, газообразование и какое-то нарушение стула. Да всего у нас симптомов со стороны кишечника четыре. Болит или дискомфорт, вздутие, газообразование, или как раньше это называли, витера, диарея и запоры. Все. И все 150 заболеваний кишечника сопровождаются этими симптомами. Поэтому если вы ткнете пальцем и скажете, что это СИБР, вы не ошибетесь. Пребиотики и пробиотики полезны для желудка и кишечника? Значит, а пребиотики и пробиотики? Пробиотики и пребиотики. Почему вы забыли антибиотики? Потому что это другой вопрос. И они точно не полезны для кишечника. Например, у человека холера. Когда есть микробы, которые вызывают безумную теорию, он теряет жидкость. Или у человека, например, воспаление легких. А, ну мы про кишечник говорим. Хорошо, пусть это будет дизентерия. Или сальмонеллез. Когда вредные микробы вызывают в кишечнике проблему. И мы говорим, что кишечник, антибиотики – это зло для него. Ну, в данном случае нет, если есть какое-то инфекционное заболевание. Так как же, антибиотики тоже полезны, оказывается. Все зависит от ситуации. Ну да. Вот, например, пробиотики и пребиотики. Вот мы сейчас с вами здесь сидим. Несколько человек. Прекрасные все люди, замечательные. Вот, отличное помещение. Допустим, мы бактерии в кишечнике. Вот мы точно так же сидим. И у нас возникают соседи. Ну, там за стеной шумят. Они, наверное, тоже хорошие люди. И вот мы приходим сюда, и они тоже сюда приходят. И нам становится тесно. Мы вроде бы все хорошие, но нам все равно тесно. Поэтому, если в кишечнике будет слишком много хороших бактерий, им все равно будет тесно. Они не уживутся здесь, понимаете? Поэтому добавлять полезные бактерии тоже бывает по-разному. Если там их реально не хватает, может быть, это и имеет смысл. А если их там нормальное количество, то от избытка нормальных, хороших бактерий тоже будет плохо. Поэтому пробиотики, те таблетки, которые содержат бактерии, мы-то думаем, что они содержат хорошие бактерии, и нам от этого будет хорошо. И исследования говорят, последние, например, американские исследования говорят, что при многих желудочно-кишечных заболеваниях от пробиотиков становится лучше. А нижнюю часть исследований обычно не дописывают в рекламе, что у 35% людей ухудшились симптомы. И это как-то остается за кадром. И многие люди, например, у которых избыточный бактериальный рост, пытаются вылечить это пробиотиками, добавляют как бы туда микробов, и им становится хуже. Усиливается вздутие, усиливается газообразование, поносить больше начинает. Бывает и так? А дальше мы же не знаем, кого именно добавлять в кишечник. Там лактобактерии или бифида. Или знаем? Не знаем? Мы просто шарашим вслепую эти пробиотики, и все. Кто-нибудь определял? Вот напишите, кто определял? Есть у вас лактобактерии, бифидобактерии? Кого больше, кого меньше? Кого-то может... Энтерококов, может, не хватает, или кого-то еще. Но мы же просто берем таблетку с какими-то полезными бактериями. Мы даже не знаем, с какими. И просто пихаем туда, да? До кучи. Ну, есть, когда врач выписывает. Ну, спросите врача, а он откуда знает, если вы не сдавали анализы? Ну, надо же сдать анализы. Что там смотрят? Бакпосевы или как смотрят эти бактерии? Анализы обычно проверяют содержание бактерий не в кишечнике, а в какашке. И это неверно, да? Конечно, потому что бактерии, основная их часть, живут в поверхностном слое слизи, которой намазан вся кишка. И вот содержание их там отличается от содержания в какашке. Тогда что, этот анализ не информативен? Нужно какой-то другой сдавать? Конечно. Какой? Используется еще экспресс-диагностика, кстати. Когда есть, например, дыхательный тест, мы пьем специальную жидкость и потом в выдыхаемом воздухе, газы же всасываются в кровь, в выдыхаемом воздухе определяем некоторые вещества и на основании этого говорим, есть там избыток микробов, есть недостаток. А для того, чтобы достоверно определить прям точное содержание микробов там, надо, конечно, взять оттуда прям и образец. Ну, у нас проблема колоноскопию сделать, а вы говорите, оттуда образец взять. Конечно, нет. Конечно, все вслепую лечат. Ну, серьезно. Да. А как можно вслепую лечить? Неэффективно. Ну, блин. Я думала, что все врачи знают эти все нюансы. Вы идеализируете. Хорошо. Получается... На самом деле, неважно. На самом деле, это практически неважно. Потому что так же, как и проницаемость, избыточный бактериальный рост является промежуточным звеном в развитии болезни. Поэтому не всегда имеет смысл в принципе его лечить. Потому что это промежуточное звено. Нам важнее вылечить начало и конец, и тогда эта болезнь закончится. Или нам важнее вылечить порочный круг, который поддерживает эту болезнь, и тогда она закончится. А какие-то промежуточные этапы реально не всегда важны. А исходя из ваших слов, я так понимаю, что антибиотики не стоит демонизировать. Они как-то негативно не влияют на желудок, раздражают его, возможно. У нас есть антиваксер, теперь сейчас модно это стало, да? И антиантибиотики, да? Да. Те, кто против антибиотиков, да? Слушайте, вот ни один человек, у которого было серьезное воспаление где-нибудь, ничего плохого про антибиотики не скажет. Потому что мы просто знаем, у нас есть инструмент, которым можно убить микробов. Другое дело, как вы им будете пользоваться? Понимаете, если у нас есть молоток, он создан для того, чтобы забивать гвозди. Да. Если мы молотком будем забивать шурупы, ничего не получится. Точно так же, как и отвертка. Если она создана для шурупов, мы будем пытаться забить ей гвоздь, ничего не выйдет. Так же и с таблетками. У каждой таблетки есть определенная цель. Если, например, мы используем антибиотики, чтобы убить вредных микробов, от которых человеку плохо, если мы используем их правильно, ему станет хорошо. Если, например, у человека нет вредных микробов, а мы все равно используем антибиотики, тогда ему становится плохо. Ну вот об этом же и говорят, что умирает... По делу надо использовать. Конечно. Умирают и полезные микробы, и плохие. Противоречие, знаете где? В нашем просто недопонимании всей этой ситуации. В поверхностном отношении. Потому что если мы пытаемся, например, антибиотиком каким-то вылечить диарею, считая, что это инфекция, а она оказывается вирусной, тогда это вредно. Если мы начинаем искать побочный эффект от того, что антибиотик, например, убил микробов, а его действие вообще было другое. Например, амоксицелин с коловулановой кислотой. Есть много препаратов, очень часто стоматологи назначают, кто-то еще. И мы думаем, да, значит, этот антибиотик сейчас убьет всех микробов, и из-за этого у меня будет плохо со стулом. Диарея, например. А на самом деле он вообще не влияет на микробов. Он изменяет немножечко выделение жидкости в кишечнике и поносит не из-за микробов, а из-за того, что воды больше выделяется. Но мы думаем, что это из-за того, что микробы погибли. Зло заключается в том, что когда надо, мы антибиотики не используем, потому что считаем, что они плохие. А когда не надо, фигачим налевые направо. Например, при простуде у детей. Что-то все шарашат антибиотики и не боятся. Ну да, просто вдогонку мы закинем туда еще и пробиотик, который как бы спасет его. Но нет, конечно. Надо четко понимать, чем вызвана эта инфекция, будь то в носу, во рту или в животе. Бактериями или вирусами. Потому что когда бактериями нужны антибиотики, а когда вирусами не нужны антибиотики. А когда это просто отравление вредными веществами, тоже не нужны антибиотики. И надо понимать, что просто так бесцельно или вслепую принимать все подряд в кавычках полезные бактерии тоже бессмысленно. Потому что их будет либо слишком много, а вообще-то мы не знаем, что там происходит. И кормить всех подряд тоже не надо, потому что мы кормим и хороших, и плохих. И грибов. Чем опасен хеликобактер пилори и какой правильный способ диагностирования? Хеликобактер. Известен с 80-х годов. Он опасен двумя вещами. Он может вызвать либо язву в желудке, либо атрофию. Это не конец, это только начало истории. Потому что язва имеет какие-то осложнения. Кровотечение может порваться и может перейти на другой орган. Это то, что может в моменте случиться. А то, что если возникает, если это долго существует, это либо сужение и деформация желудка, так что пища через него не проходит, либо перерождение в онкологию. Атрофия опасна не таким большим ассортиментом, она всего-навсего приводит к онкологии. Но атрофия, на мой взгляд, опаснее, потому что чаще всего она не болит. И человек не то чтобы чувствует какие-то симптомы, а потом вдруг раз эта неожиданность случается. Если у человека никогда не было хеликобактер, то проще всего сдать анализ крови, который покажет иммунную реакцию на эту бактерию, и тогда станет понятно, была она и есть, или ее не было и нет. Если же человек уже когда-то сталкивался с хеликобактером, тогда анализ крови не подходит вообще, потому что после инфекции и успешного лечения антитела еще долго сохраняются. Самой бактерии-то уже нет, но антитела еще сохраняются. Поэтому для таких людей подходит либо дыхательный тест, либо анализ кала, либо диагностика во время гастроскопии. А обязательно лечить хеликобактер? Ну, это ваш выбор, заставить вас никто не может. Хотите, лечите. Хотите, не лечите. Если вы готовы рискнуть, рискуйте, не лечите. Потом придется лечиться дольше, сложнее, а может быть и удалением части желудка, или всего желудка, или химиотерапией, лучевой терапией. В общем-то, беда. Почему? Потому что большинство пациентов с раком желудка, особенно на поздних стадиях, если устанавливают, то умирают за первый год. Ну, выживаемость, пятилетняя выживаемость 5% или скорость. Сначала развивается атрофия, когда стенка желудка становится жидкая, дряблая, тонкая. Она плохо выделяет кислоту, она плохо чувствует что-то. Поэтому какие тут могут быть симптомы? Да, особо никаких. Какие-то невнятные, непонятные. Может, чуть-чуть тяжесть какая-то, видишь, что-то булькнуло, да? И наш человек, он же терпит. Да. Он же ждет, когда прижмет тоже. А она не прижимает. В том-то и проблема, и подлость, что она не прижимает. И вот так молчаливо, потихонечку, это все и развивается. А потом, когда уже там такая рачина, ну, уже поздно что-то делать. И каждый человек сам по себе не заметит прогресса этого. Потому что, ну, что сейчас сделал гастроскопию, вроде там, по мелочи что-то есть. Через год сделал гастроскопию, ну, вроде бы, по мелочи что-то есть. А для того, чтобы проверить атрофию, надо брать образец из ткани желудка и, как положено по протоколу, из пяти отделов. А обычно этим пренебрегают. Ну, да. И тогда визуально слизистая оболочка кажется вроде бы целой, ну, или что там розовенькая, где-то покраснее, где-то побледнее. А изменения происходят на микроскопическом уровне. Поэтому визуально они станут заметными, когда уже возникнет опухоль. Поэтому даже делая банальную гастроскопию без вот этой биопсии, отщипывания кусочка, мы тоже этого не заподозрим. И будет казаться, что да, у меня есть хеликобактер, но она ни к чему не приводит. Она же ни к чему не приводит. Вот и зачем ее лечить? Так люди упускают момент. А если мы смотрим статистику, то там беда. Ну, и как у нас к панкреатиту относятся, слушайте? Ну, я просто ферменты попью. У всех панкреатит, это же фигня. Ну, да. Зачем проверять более детально? Установили панкреатит, как бы я с ним живу, это же хроническое, все, пью ферменты. Вот это попустительство. Из-за этого попустительства у нас очень много онкологии. Блин, вот слушай меня, дорогой подписчик. Принимай ответственность за свое здоровье на себя, начиная за собой следить, начиная сверху и донизу. И будь добр, контролируй свое состояние. Если есть старая проблема, значит, сейчас пора этим заняться и решить ее. Потому что это твое здоровье. И кроме как тебе самому, оно больше в этой жизни никому не нужно. К сожалению, закончились те времена, когда какой-то дяденька в какой-то поликлинике или тетенька следила за твоим здоровьем и пинало тебя куда-то, а ты сопротивлялся. Сейчас другое время, и это твое здоровье. И если ты хороший хозяин своего здоровья, то ты за ним следишь. А если ты плохой хозяин своего здоровья, то ты получаешь последствия и плохое качество жизни. Блин, ну это жестко, но это так, слушайте. В общем, панкреатит это очень опасное заболевание. И как понять, когда тебе нужно срочно в больницу? Ух, вы вот сегодня, сегодня вы выбрали самые больные вопросы для врача. Не знаю, как для людей, но для врача это точно больный вопрос. Смотрите, это вот в тему ответственности. Потому что каждый отвечает за свое здоровье сам. Потому что заподозрить это твоя ответственность. Никто за тебя не будет тебя самого слушать. Если у тебя что-то болит, то ты определяешь, пора идти ко врачу или не пора. Пора в больницу или не пора в больницу. Или надо скорую уже вызывать. И это каждый человек чувствует интуитивно. Иногда это украшается или нагнетается дополнительно тревожностью. Когда у человека есть большая тревожность, он раньше это заподозрит и раньше пойдет в больницу и раньше сделает все обследования. И вот те люди, у которых есть тревожность, она их выручает. Они всегда хорошо обследованы и прекрасно следят за собой. А те люди, которые терпят, ждут, думают, что еще рано, вот я еще посижу, вызову скорую, вот они обычно пропускают. Поэтому, если применять это конкретно к панкреатиту, то есть у нас хронический панкреатит, который бывает в двух формах. В трех. Боль где-то такая невнятная, вот как будто спину тянет. С ней никто скорую не вызывает и в больницу не идет. И недостаток ферментов, когда поносит дальше, чем видишь. Бывает смешанный вариант, когда и болит, и поносит. А бывает острый панкреатит. Вот это когда тебя скрючило так, что ты не встанешь. И здесь абсолютно интуитивно появляется желание быть поближе к больнице. Да. И вот не надо это желание игнорировать и пытаться проверять себя на прочность. Как только такая мысль появилась, не надо себя отгонять от себя эту мысль. Надо прям брать и звонить в больницу. Пусть приедет скорая, пусть вас заберут. Даже если скорая приедет, это все равно будет хорошо. Потому что, наверное, нигде в мире, а только на территории постсоветского пространства, есть такая опция, чтобы вот так по щелчку пальцев к тебе домой приехал врач и посмотрел тебя. Потому что во всем остальном мире это просто непозволительная роскошь из-за организации здравоохранения и из-за стоимости этой услуги. Поэтому как минимум осмотр он позволяет определить что-то серьезное или это какая-то фигня и можно отлежаться. А чем чревато, если человек постоянно терпит, сам себе назначает эти ферменты? Осложнениями. Потому что если мы перешли к поджелудочной железе, то самое большое осложнение, да и, пожалуй, единственное, которое у поджелудочной железы существует, это острый панкреатит, переходящий в панкреонекроз. Когда поджелудочная железа, вот такая вот маленькая фитюлька, она начинает разлагаться и гнить заживо внутри человека. Ну, температура, больно очень сильно и можно умереть. А из-за чего образуется чрезмерное газообразование и как от него избавиться? Газообразование может быть связано с разными причинами. Например, ну, кто-нибудь ел фасоль и кукурузу? Конечно. Ну, одновременно или когда-то в жизни? Хоть по очереди, хоть одновременно. Значит, наверняка тот, кто много ест этих продуктов, знает, капуста, фасоль и кукуруза это достаточно сильно газообразующие продукты. Просто потому, что они содержат те вещества, которые, разлагаясь, образуют газы. Бывает такое? Бывает. Если человек не знает, что это газообразующие продукты, но просто часто их ест или любит, ну, нравится, да? Да. У него будет сильное газообразование, а он не знает, но думает, блин, что-то не то, что-то не то. Надо просто узнать. Это первая причина. Повысить свою грамотность немножко в отношении того, что ты ешь. И посмотреть вообще в свою тарелку более внимательно. Остальное может быть связано с заболеваниями или с какими-то проблемами. Например, когда он с поджелудочной железы, раз уж мы так перешли, когда поджелудочная железа выделяет мало ферментов, пища не переваривается полностью и поэтому выделяется много газообразных веществ. Это тоже приводит к газообразованию. На ранних стадиях панкреатит приводит к газообразованию. Атрофия в желудке. Когда пища плохо обезвреживается и плохо мнется в желудке, и это способствует тоже газообразованию. Желчный пузырь, про который мы сегодня мало что-то говорили, а когда он неправильно выделяет желчь, она не эмульгирует жиры, не разбивает нахи на микроскопическое капли, они плохо перевариваются, это приводит к газообразованию. Бактерии в кишечнике, когда их много или когда они хорошо питаются и много кушают, они тоже способствуют газообразованию. Нарушенная перистальтика кишечника, когда там все идет слишком быстро или наоборот слишком медленно, тоже способствует газообразованию. Короче, газы, они всегда внизу, всегда в кишечнике. И все, что сверху, она может на это влиять. Вы сказали про желчь, я как раз из тех людей, которая была в санатории, чтобы гнать желчь. И я делала тибаж в печени раз в год, потому что думала, что это полезно. Когда я готовилась... У вас так глаза горят сразу. Вам понравилось? Ну не то, что понравилось, я думала, что это полезно. Ну да, а само ощущение, это как легче стало, может быть, тяжелее. Ну кто не знает, сначала идет безбелковая диета, четыре дня, потом ты ничего не ешь, пьешь там то ли компот, то ли какой-то сухофруктов, напиток, либо сок. И вечером тебе кладут грелку, ты лежишь на одном боку, потом выпиваешь лимонный сок и оливковое масло. И утром ты идешь в туалет. Заходит врач и смотрит, как ты ходишь в туалет. Это определенная форма фетиша, наверное, да? Я понял. Но ощущения-то как, впечатления, эмоции, какие у вас были? Ну, у меня были впечатления, что я бы никогда в одной комнате не хотела ни с кем оказаться в этот момент. Короче, фигово было, да? Чтобы был свободен туалет. Фигово было? Меня не тошнило, ничего не было. Подругу тошнило. Вот, это точно позволяет отличить, у кого есть проблемы с желчным пузырем, а у кого нет. Потому что если нет проблемы с желчным пузырем, вы сможете выдержать эту процедуру без каких-то побочных эффектов. Непонятно, правда, с какой целью, но переживете ее. А если проблемы с желчным пузырем есть, то тогда это будет, ой, болеть, или поносить, или что-то совсем будет плохо по самочувствию. Что-то пойдет не так. Но там поносят в любом случае, там уже призму делают. Тогда вам чистили не только желчный пузырь. Конечно, эта процедура абсолютно бесполезная. Потому что в любом случае, когда вы едите, желчь все-таки выделяется. Можно сделать это искусственным образом и простимулировать выделение желчи не едой, ну, хотя в какой-то степени едой, соком, лимоном и грелочкой. Но к чему это приведет? Ну, когда желчь выделится, так она и так выделяется. То есть вот это все гонять, не гонять желчь, это бред? Просто потраченные деньги и время? Если вы едите, то вы делаете это три раза в день. И три раза в день вы гоняете желчь. Просто вы гоните ее в еду, и поэтому не то, чтобы сильно это ощущается. А когда вы делаете это без еды, это просто сильнее раздражает кишечник и поэтому поносит. Ах. У вас в компании из пяти подруг постоянно ездила в этот санаторий гонять желчь. Так я знаю людей, которые сами себе делали тюбаж, и у них там какие-то прям камни выходили. Конечно, это тот еще ритуал. Смотрите. В любом случае, когда желчь с жиром, который человек выпил, попадает в кишечник, они взаимодействуют с друг другом, и внешне это выглядит как какой-то мягкой консистенции камушек. Вы это съели, оно из вас и вышло. Вы можете сделать то же самое. Слив масла, желчь и лимонный сок в стакане. И в стакане из этого и образуются камни. Это не значит, что они из вас выходят. Они просто образуются либо в стакане, либо внутри вас. Ну, это прекрасный психологический эффект, потому что вот из меня это вышло. Ну да. Можете потом показывать всем и гордиться. Но, к сожалению, это введение в заблуждение. Есть другая медицинская процедура, которая раньше, давным-давно была медицинской. Она называлась зондирование, когда вставляли трубочку, забирали оттуда, откачивали желчь, и это использовалось в свое время в научных медицинских целях, чтобы узнать состав желчи, определить, в какие периоды времени и как она выделяется. А потом кто-то придумал использовать это для лечения в кавычках или введения в заблуждение или какой-то профилактики или что-то еще. То есть, это было исследование исходное, которое определяло нормальные физиологические параметры. Мы же сначала не знали, как она выделяется. Надо было узнать. Для этого ее забирали. А потом решили, что почему бы не погонять. Ну, это не врачи решили, а уже кто-то. И начали использовать это в некоторых... То есть, если предлагают метод зондирования, просто уходить? Конечно. А вообще бывает застой желчи? Наверное, застой здесь не совсем правильное слово. Это, опять же, образное такое сравнение. На самом деле, имеется в виду изменение консистенции. То есть, она может быть более жидкая и более вязкая, более густая. Это связано не только с застоем, а связано с изменением самой концентрации желчи. Потому что вы можете налить себе кого? Манную кашу давайте. Манную кашу. Все же ее знают. Она бывает густая, а бывает жидкая. Правда? Да, да. Она остается манной кашей. Она не перестает быть от этого манной кашей. И желчи то же самое. Она остается желчью, но она может быть более жидкой и более густой. И вот в густой образуются комочки. И вот это основная проблема. Поэтому желчь собирается из печени и выделяется печенью в желчный пузырь. И если она приходит туда, она высоко концентрированная и густая, то она и в пузыре будет густая. Если она приходит туда жидкая, то она и в пузыре будет жидкая. Поэтому вы будете опорожнять, а она будет снова набираться. Вы будете чистить, а она будет снова набираться. И снова набираться густая, если проблема есть. Или снова будет набираться жидкая, если вы здоровы. Хорошо, примеры с жизни. Я была на гастроскопии, и мне сказали, у вас была желчь, мы почистили. И показали мне снимки. То есть они зря сделали эту процедуру? Потому что сказали, так как вы ничего не ели, у вас не должно было быть желчи в желудке. Блин, неужели мы все-таки до этого дошли? Вы с анестезией делали или без? С анестезией. Вам повезло. Большинство людей делают гастроскопию без анестезии. Она сопровождается выраженным рвотным рефлексом. Когда у человека возникает рвотный рефлекс или какие-то обратные сокращения, а что там должно появиться, как не желчи? В любом случае, когда мы что-то туда вводим, конечно, там возникает обратная перистальтика, так называемая, потому что организм естественным образом пытается это отрыгнуть. Но если вы со вчера ничего не ели, то что там будет, кроме как желчи, правда? Ну да. Но это никоим образом не подтверждает реальный заброс желчи из кишечника в желудок. Реальный заброс желчи подтверждается другим способом. Это Белитек-2000, который определяет, есть там желчь или нет желчи. Забрасывается она или не забрасывается, в какие периоды времени и так далее. Но если мы на основании просто рвотного рефлекса во время гастроскопии будем говорить, что у всех там в желудке желчь, и все будут от этого лечиться, и все будут лечиться от этого тюбажом, то как бы декорация хорошая, а что там на самом деле, как бы, скорее всего, ничего. Но вот эти вот процедуры, они приведут рано или поздно к болезни. А вы знаете, как я это все связала? Они мне сказали, что у вас была желчь, мы почистили. И я такая, блин, я же три раза была в этом санатории. Получается, не зря я туда поехала, раз мне нужно желчь гонять. Ну, логично? Нелогично, конечно. В общем, желчь не гоняем, не чистим. А если ничего не беспокоит, нужно ли в качестве ежегодного ЧК поделать гастроскопию и колоноскопию? Нужно сделать хотя бы один раз. Просто в жизни, да? Да. Чтобы понимать, какие-то проблемы есть или нет, сопровождающиеся там изменением самочувствия или не тревожащие вас абсолютно. Потому что бывают и тихие проблемы, которые не беспокоят по симптомам, но они есть. Поэтому один раз надо сделать этот старт-поинт, отправную точку, чтобы понимать, дальше необходимость в проведении этих обследований есть или необходимости такой нет. Это связано с рисками. То есть, если мы понимаем, риски какие-то есть, они существуют. Да, тогда надо регулярно что-то делать. Если рисков никаких нет, то и нет смысла регулярно что-то проверять. А вот когда возникнут симптомы, если они возникнут, тогда главное не запустить эту проблему, чтобы сразу ее вылечить. Тогда мы держим ситуацию под контролем, и у нас тоже нет необходимости постоянно что-то проверять. А использовать такой, ну, простите меня, немножко топорный подход, когда, ну что, сделали, нашли полипы, удалили полипы, причину не выяснили и не устранили. Давайте подождем, когда эта причина через годик создат нам новые полипы, сделаем еще раз колоноскопию, гастроскопию, удалим их еще раз. Опять же, не устраним причину, через годик еще раз сделаем, и еще раз удалим полипы. И так можно жить бесконечно долго, но вот эта вся история, повторяющаяся с повреждением, восстановлением, повреждением, восстановлением и ошибками, приводит к запуску каких-то онкологических проблем. И все обязательно делаем под наркозом, да? Ну, вообще, весь цивилизованный мир практически изначально делал эту процедуру с анестезией. Не потому, что человеку больно или неприятно, медицина суровая наука, конечно, а делали для того, чтобы человек и его произвольные и непроизвольные сокращения внутренних органов не мешали эндоскописту качественно посмотреть. Поэтому нормальная гастроскопия в принципе у профессионального эндоскописта высоко квалифицированная занимает не менее 10 минут. Не менее 10 минут. С учетом анестезии. А у нас почему-то считается, что чем быстрее сделал, тем круче специалист, правда? Две секунды туда, две секунды обратно. Блин, это же сверхспец, да? Хотя на самом деле он ничего не увидел. С такой скоростью можно только увидеть, да, там есть рак, или нет, там нет рака. Или там есть язва большая, или нет язвы. Потому что просто мы не успели посмотреть. Это как, знаете, там же надо зайти, надо надуть, повернуть, в обратную сторону развернуть эндоскоп. А так это получается, как бы дверь приоткрыл, а, нет никого, все, закрыл, и все, да? Ну, как бы так я через живот могу потрогать. Понимаете? Поэтому эта процедура занимает время. Колоноскопия занимает не менее 20 минут, чтобы реально все пройти, все рассмотреть, во всем убедиться. Но опять же, у нас ее делают без анестезии, когда человек дергается, кишечник у него дергается, все переживают, все торопятся, ничего невозможно посмотреть в спешке, и только одни мучения выходят, а результата никакого нет. Поэтому практически весь цивилизованный мир ради получения более качественного результата делает процедуру с анестезией. изжога. Я прочитала в вашей книге, что больше половины населения страдает изжогой. И более того, большая часть людей терпит ее. Ну, это же просто изжога, конечно. А как вы лечите изжогу? Короче, ответ на вопрос, как, это технология. Я вот, да, я расскажу. Я эту вам технологию передаю в гастрогруппе, когда мы собираемся вместе с участниками и вместе с кураторами, и разбираем прям всю технологию. Сначала симптомы, потому что надо правильно понять, что такое изжога. Потому что иногда мы называем изжогой какое-то другое ощущение, и мы перепутали значение термина, и сразу ушли вообще не туда, и не получается вылечить изжогу. Дальше мы разбираем все причины, потому что причины очень важны. Некоторые причины определяются обследованиями, и они внутри нас. Некоторые причины, они во внешней среде, которая нас окружает. Дома, на работе, в кафе, где-то еще. И их человек должен найти сам, потому что никто за него его жизнь не сможет прожить. Например, человек 30 лет, он пришел ко врачу, и вот я сейчас вам расскажу, как я 30 лет жил, и вы найдете причину у меня. Невозможно это передать, правда? Это займет 30 лет времени. Ну, или примерно столько же. Дальше у нас на основании симптомов, правильно понятых, и на основании причин, которые мы уже нашли, появляется предположение. Это предположение мы подтверждаем с помощью обследований. И тогда перед каждым обследованием мы ставим цель. И это нам нужно для этого, и это для этого, и это получает ответ на какой-то конкретный вопрос. Получили ответ на эти вопросы, и тогда у нас следующий этап. Мы понимаем, какие цели мы поставим в лечении, чтобы на конкретную причину конкретно подействовать, на конкретный процесс конкретно подействовать соответствующим инструментом. Поэтому, как вылечить изжогу? Давайте, надо понять, что это такое. Изжога – это ощущение, как будто жгет, которое находится где-то в пределах пищевода. То есть, посередине, внутри грудной клетки, не в животе изжога, не в горле изжога. Тут в горле тоже может жечь, но это не изжога. Это сжение в горле. Думала, что это здесь. И здесь тоже может жечь, но это не изжога. Это сжение в животе, вверху живота, да. Я думала, что изжога – это вот здесь. Вот и отсюда начинается первая ошибка. Мы начинаем лечить не то, что на самом деле надо лечить. Или, например, на обследованиях мы находим подтверждение того, что действительно заброс есть, но он не проявляется изжогой, а ощущение, которое вы испытываете, связанное с другой болезнью. И вот это вот начинает накручиваться, накручиваться, мы лечим не то, лечим не так. Короче, чаще всего есть какие-то ошибки. И поэтому не получается избавиться от изжоги. Но в принципе надо понимать, что изжога чаще всего связана с тем, что люди едят много от избытка. Мы едим много, желудок растягивается, растягивается непомерно, и верхняя часть не удерживает, и они тянутся. И из-за этого забрасывается обратно. Из-за этого повреждается пищевод. Когда он начинает повреждаться, он начинает гореть, гореть, жечь, кислота на него действует. И вот это и создает ощущение изжоги. Тогда что нам надо сделать? Нам надо уменьшить объем еды временно, до разумных пределов, на постоянной основе, а в текущий момент еще даже поменьше. Это перестанет растягивать. Дальше нам нужно убрать то, чем повреждается пищевод, убрать кислоту. Для этого используются таблетки, которые угнетают кислоту. Дальше нам нужно убрать воспаление, потому что все воспалилось. Для этого используются таблетки, которые убирают воспаление. Дальше, поскольку оно утратило тонус, нам надо этот тонус восстановить. И для этого используются таблетки, которые восстанавливают тонус. Вот вам три цели, и не забудьте устранить причину. Но бывают и другие причины. Например, когда человек имеет повышенное давление, и из-за этого он пьет таблетки, которые вызывают нарушение сокращения пищевода. Тогда это по-другому немножко решается. Это самый сложный вариант. Иногда у человека есть неврологические заболевания, которые нарушают сокращение пищевода, и тогда надо с этим работать. Но чаще всего это, конечно, пищевые... Блин, пищевые что? Чревоугодие. И пищевой гедонизм. А есть какие-то продукты конкретные, которые вызывают изжогу? Иногда такое бывает. Но исследования и рекомендации американской коллегии гастроэнтерологов говорят нам о том, что нет никаких доказательств за то, что кофе, алкоголь, помидоры и многие другие продукты вызывают изжогу. Иногда это возможно только у маленькой части людей, как некая индивидуальная реакция. Но так, чтобы всем надо массово от этого отказаться? Нет. Ключевое слово это объем. Объем еды. Второе ключевое слово это газ. Потому что газированная еда, она растягивает желудок и прет наверх. Газированная вода. Какая бы она ни была, минеральная газированная вода, сладкая газированная вода, квас газированный или шампанское, или пиво, все, что содержит газ, оно растягивает дополнительно желудок. И третье, это давление. Потому что если в желудке что-то есть, и мы на него нажимаем, то куда она пойдет? Обратно. Да. И будет отрыжка? Или изжога? Изжога и отрыжка. А из-за чего появляется отрыжка? Изжога из-за кислоты, а отрыжка из-за воздуха. Смотря что идет наверх. Если наверх идет кислота, она ждет. Если наверх идет воздух, то слышно, как мы зовем медведя. А если происходит отрыжка, тогда на что стоит обратить внимание? На то же самое. То же самое, что и при изжоге, да? Конечно. Только еще имеет смысл обратить внимание на количество воздуха, которое непроизвольно заглатывается. Потому что если там воздуха нет, простите, вам его не отрыгнуть. Ну да. Значит, он как-то туда должен попасть. Это как-то... Это болтать во время еды, слишком быстро есть, тогда заглатывается большое количество воздуха, большее. И тогда это становится заметно. Потому что в норме человек всегда заглатывает воздух, но в небольших количествах. И это незаметно для него, естественным образом, выходит потихонечку. А если он заглатывает слишком много воздуха, или там клапаны вот этого давления не держат свою нагрузку, тогда он выходит в избыточном количестве. Вы сказали про минералку. От вас я узнала, что она не лечит желудок. Некоторые же гастроэнтерологи выписывают ее в качестве того, чтобы вылезть желудок. Я, конечно, не хочу никого обвинять и никого критиковать. Наверное, это личное дело каждого гастроэнтеролога. Выписывает он минеральную воду или не выписывает, и с какой целью. Потому что иногда у нас страдает коммуникация, понимаете? Гастроэнтеролог, например, что-то назначил, но не пояснил зачем. И человек думает, что это, наверное, лечебное. А цель, может быть, на самом деле была другая. Иногда недостаток понимания и недостаток общения между врачом и пациентом создают какие-то новые мифы. Но то, что касается минералки, оно, конечно, ногами из прошлого проистекает, потому что раньше было полезно ездить на курорты на разные, и считалось, что там что-то где-то как-то подлечивается. Но все зависит от того, о какой болезни идет речь. Потому что на курорты ездили и с циррозом печени, и с запорами, и с изжогой, и с туберкулезом, простите. И в разные ситуации, конечно, разный эффект мы получали. И с аллергией, и с бронхиальной астмой. Но если мы говорим про пищеварительную систему, то вас интересует влияние минералки на что? На желудок. Вот эта минералка с какими-то там... Что пишут? Раньше была минеральная вода слабо газированная, средне газированная и сильно газированная. Сейчас, к сожалению, слабо газированная вода и средне газированная не продается. Вы где-нибудь видели такую? В Украине продается. Ура! Вам подфартило. Слабо газированная. Вот. Потому что газ, он в принципе неблагоприятно влияет на пищевод и на желудок. Потому что это провоцирует рефлюкс и сжогу и заброс кислоты. Поэтому как такая вода может быть полезна? Без газа еще можно о чем-то говорить. Но газ, как минимум, является негативным компонентом. Раз. Два. Если человек не допивает воду, а вода является необходимым условием для работы кишечника, например, и в принципе она нужна человеку, вот он не может пить обычную воду, тогда минеральная вода с каким-то другим вкусом позволит ему в принципе выполнить норматив по употреблению жидкости. И тогда это для него решение проблемы. Потому что два литра пива в него входит, а два литра воды нет. Ну вот тогда два литра в минералке в него хорошо зайдет. Вы про тот пост, который, наверное, вы читали, да? Про минеральную воду. Да. Люди пишут, я годами пью минералку, и у меня желудок не болит. Прекращаю пить, и он начинает снова болеть. Это что значит? Я лечу минералки желудок? Нет. Ты же закончил ее пить, оно же болит. Что-то ты не вылечил желудок, правда? Ну да. Другое дело, что это немножечко отвлекает, потому что газированное чуть-чуть раздражает, это помогает желудку быстрее порожниться. А ну или как холодная вода, например, это тоже ускоряет моторику желудка, но это не лечит, никакое воспаление. И это не убивает хеликобактер, это не заживляет язву, но это может спровоцировать рефлюкс. Вот сами взвесьте, есть от этого польза или нет? Польза есть от того, что вы поедете там куда-нибудь в санаторий, там вас будут кормить по расписанию, нормальной едой, самому готовить не надо, заморачиваться. Небо красивое, там пляжик или озеро, какой-нибудь лес, деревья шумят, березки там, уточки летают, тишина. Не надо вставать в дождь, в снег и в понос выгуливать собаку, да? Не надо слушать вот эту тещу, когда постоянно на голову капает, забор на даче покосился, иди поправь его. Не надо там резюм на машине менять или чинить ее постоянно. Дети сопливые не бегают, не дергают, и никто тебя не пилит. Ты уехал, тебя кормят, поят, атмосфера, шеф с работы не звонит, не дергает. Конечно, тебе лучше. Конечно, тебе лучше. Но это же не из-за минералки, которую тебе там дают. А минералка с магнием тоже не помогает при лечении запоров? Минералка с магнием немножечко усиливает сокращение кишечника. Немножечко. Но если человеку помогает минералка с магнием, ему поможет и увеличение количества клетчатки и, в принципе, жидкости. И это будет давать такой же эффект, как и минералка с магнием. Ну, хоть что-то полезное мы минералке нашли. Ну, правильнее было начать есть нормально. Ой, какой ужас. Почему ужас-то? Потому что куча бесполезных вообще вещей, которые... Смотрите, чем ниже становится квалификация специалистов в здравоохранении, тем больше начинает появляться БАДов, минералок, травок и всего остальное. Вы смотрите, в 90-е, когда распался союз, у нас был сильный провал везде. И качество медицины упало. И везде появились БАДы, которые лечат онкологию, что-то еще, короче. И просто пользовались мошенники какой-то формой регистрации действующего вещества или лекарственного препарата для того, чтобы срубить денег по-быстрому с не очень грамотных людей. Потом стало чуть получше и меньше стало этих мошенников. А сейчас это новый ренессанс, появились БАДы, промокоды, социальные сети, через которые проще это все распространять. В 90-е по телефону звонили и говорили, купите, а то нам не продать. А теперь можно везде написать, промокоды еще раз делать. Поэтому ключевое, надо хотя бы чуть-чуть повысить свою грамотность в отношении этой темы. И тогда ситуация чуть-чуть прояснится. Например, если у человека сломалась какая-то машина, он чуточку изучает этот вопрос, и ему становится в общих чертах ясно, в какую сторону двигаться. Человек собрался строить дом, он немножко почитал на эту тему, и ему понятно, в какую сторону двигаться. Поэтому увеличение своей компетентности в разумных пределах, в разумных, не надо становиться полностью профессионалом, чуть-чуть надо вникнуть, и тогда станет понятно, что хорошо, и что плохо. И все должно быть проверяемо. Все должно быть проверяемо. Вот даже то, что я говорю, оно должно быть проверяемо. Подвергайте критике мое мнение, и вы увидите, оно состоятельное или нет. Все. Время сейчас такое. Верить никому нельзя. Мне можно. Ребята, у меня шок, потому что сегодня в интервью с гастроэнтерологом мы развеяли такое количество мифов, просто я именно в шоке. Я очень здраво подхожу к своему здоровью, стараюсь не вестись на всякие мракобесные тенденции, но вы видите, что в случае с желудком, кишечником ферменты, желчь гоняем, думаем, что минералка это хорошо. Напишите вы, какие вам странные советы и рекомендации давали гастроэнтерологи, либо вы сами делали какие-то странные вещи. И тот комментарий, который наберет наибольшее количество лайков, тому я лично пришлю эту книгу Сергея Вялова «О чем молчит печень?» Я сам с удовольствием почитаю комментарии, потому что я собираю такие вот какие-то бредовые назначения. Тут, например, накануне мне прилетело, знаете, что кто-то из докторов рекомендовал пациенту принимать пенициллин, разведенный яичным желтком. В каких целях? Нос лечили. Нос лечили? Нос лечили. А несколько лет назад моей знакомой рекомендовали пенициллин порошковый из ампулы доставать и внющивать его. Для того, чтобы тоже лечить нос. Что-то просто про нос сказали, я вспомнил. Поэтому такие корки бывают. Вечеринка. Вечеринка пенициллиновая. Господи, какой ужас. Ребята, ставьте лайк, чтобы это видео попало в рекомендации. Спасибо. На здоровье. Берегите себя и свой кишечник. Недавно на Ютубе появилась новая функция и называется она «Спасибо». Я бы назвала это спонсорство, но Ютуб называет это «Спасибо». «Спасибо». Теперь вы можете отблагодарить автора за контент. Под видео вы видите сердечко. Там написано «Спасибо». Если вы нажмете на сердечко, вы можете отправить определенную сумму в поддержку автора. В зависимости от суммы ваш комментарий будет светиться определенным цветом и это будет анимированный комментарий. Я буду очень благодарна, если вы таким образом будете поддерживать мои социальные выпуски, потому что они стоят мега дорого, на них никто не хочет покупать рекламу и просмотры никогда не окупят эти выпуски. Я буду благодарна вам за ваш суперспасибо.